Евгений Шварц из дневников Евгений Львович Шварц, 1896-1958, широко известен как драматург-сказочник. Но до сих пор читателям неизвестен его дневник, первые попытки вести который относится к детским годам будущего писателя, к 1906 году. «Дневник этот являлся первой в моей жизни попыткой написать нечто по собственной воле», — писал Шварц, вспоминая о его истоках. Более или менее систематические дневниковые записи Шварц делал почти с самого начала творческой деятельности, с 1926 года. К сожалению, дневники его той поры не сохранились. Покидая Ленинград по решению исполкома горсовета в декабре 1941 года, в крайне тяжелой степени дистрофии он сжег их, не имея возможности взять с собой и не желая оставить их на произвол судьбы. Как выяснилось впоследствии, они не сохранились бы, так как квартира Шварца была разрушена прямым попаданием снаряда во время одного из артиллерийских обстрелов города. В 1942 году, как только Шварц попал на Большую Землю, в Киров, он вновь вернулся к дневникам. Последняя запись в них сделана за 11 дней до смерти, 4 января 1958 года. Ведя их, драматург ставил перед собой, как сам он говорил, две задачи. Учился языку прозы, значительно отличающуюся от языка драматургии, и стремился поймать миг за хвост, то есть найти наиболее точные слова для передачи обстановки, чувств, событий, настроений в тот или иной момент жизни. Основным условием, поставленным Шварцем самому себе, было писать только правду, не врать, не перегруппировывать события. В начале записи велись нерегулярно, а впоследствии, с 24 июня 1950 года, каждый вечер писатель заполнял две большие страницы конторской или так называемой амбарной книги. Читаем запись от 9 сентября 1947 года. «Надо отработать этот урок, который задаю я себе ежедневно на старости лет, чтобы научиться, наконец, писать в лоб о себе, связно рассказывать о самых обыкновенных вещах, зачеркивать, переписывать и обрабатывать по условиям, что я поставил сам себе, не разрешается». И три недели спустя я надеюсь, что все-таки научусь писать о себе. И, наконец, кое-что выходит похоже, очень похоже. И, работая над сценарием, я чувствую, что рука ходит легче, значит, ежедневные упражнения в чистой прозе, пожалуй, полезны. И еще, уж очень бесследно уходят дни за днями. А тут все-таки хоть что-то отражается. Худо, что пишу я эти записи только после более серьезной работы, уставши. И вот еще что. Записывать то, что я думаю о своем основном деле, о литературе, не в силах, совестно почему-то. А ведь этим в основном я и дышу. Но в более поздних дневниках Шварц, хоть и редко, все же будет обращаться к этой теме. И всякий раз это будут интересные оценки книг, или воспоминания о начальных годах советской литературы, или портреты писателей-современников. За 16 лет введения дневника с 1942 по 1958 год Шварцем было исписано 37 конторских книг большого формата, общим объемом 160 авторских листов. Причем почерк у него и в молодости был неважным. Маршак сравнивал буквы, написанные Шварцем, с убитыми комарами, ножки которых разбросаны в разные стороны. 31 мая 1957 года сам он пишет в дневнике. Почерк у меня стал так ужасен, что это лучше всякого шифра. 17 июня этого же года. Я пишу до такой степени неразборчиво, что черновик превращается в ребус, который я сам разбираю с трудом. И, наконец, 24 июня. Впрочем, у меня есть твердо уверенность, что никто и никогда эти книжки не прочтет. Однако архивисты не прошли мимо этого бесценного документа. Он был расшифрован, изучен и подготовлен к изданию как рукопись, представляющая собой не только историко-общественный интерес, но и несомненную художественную ценность. Структура дневника сложна. В ней содержатся и заметки, характерные для записных книжек писателя, отдельные услышанные слова или фразы, обратившие на себя внимание, эскизы характеров для будущих пьес и обычные дневниковые записи о событиях текущего года. С 1950 года содержание дневника становится сложнее. И за дня в день проходит тема воспоминаний, которые начинаются с самого раннего детства. В результате семилетних ежедневных записей выстраивается подробная автобиография писателя, что позволяет говорить об изменении жанра этого своеобразного документа. Его не назовешь уже просто дневником, он становится дневником воспоминаниями, где тесно переплетены под дневные записи с записями мемуарного характера. В нем рассказана целая жизнь, начиная с первых детских впечатлений, отроческих лет, проведенных в небольшом южном городе Майкопе, который Шварц называл родиной своей души. Затем были годы учебы в Московском университете, театральная мастерская в Ростове-на-Дону, где он стал актером, приезд в составе труппы этой мастерской в Петроград в 1921 году, знакомство с петроградскими писателями, работа секретарем у Чуковского, увлечение литературным трудом, учеба у Маршака, работа на Ленинградском радио в 1926-1927 годах и, наконец, первые книжки и пьесы, принесшие Шварцу всемирную известность. На странице дневника воспоминаний автобиография доведена до конца. В 1955 году Шварц усложняет систему записей, вводя в дневник новую творческую работу, целую серию эссе, названные им «Телефонная книжка». 19 января 1955 года он записал «Хотел затеять длинную работу. Телефонная книжка. Взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и за фамилией фамилию, как записано, так о них и рассказывать». Он расписал не только упомянутую ленинградскую, но и московскую свою книжку, где были телефоны его друзей и знакомых, москвичей. В результате получилась целая галерея портретов миниатюр современников, написанных мастерски, правдиво, лаконично и ярко. За ними встает целая эпоха общественной и культурной жизни страны 1920-1950 годов. Шварц, человек наблюдательный, умный, тонкий, одновременно ироничный и деликатный, относился чрезвычайно ответственно к создаваемой им галереей портретов. 24 марта 1955 года он отметил в дневнике «Я пишу о живых людях, которых рассматриваю по мере сил подробно и точно, словно явление природы. Мне страшно с недавних пор, что люди сложнейшего времени, под его давлением принимавшие или не принимавшие сложнейшие формы, менявшиеся незаметно для себя или упорно не замечавшие перемен вокруг, исчезнут. Нет, проще. Мне страшно, что все, что сейчас шумит и живет вокруг, умрет, и никто их и словом не помянет, живущих. И это не вполне точно. Мне кажется, что любое живое лицо — это историческое лицо, и так далее, и так далее. Вот я и пишу, называя имена и фамилии исторических лиц. Ниже публикуются отрывки из дневника Шварца. И дневники, и телефонные книжки хранятся в составе фонда Шварца в Центральном государственном архиве литературы и искусств СССР. В Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» готовится к выходу книга Шварца «Живу беспокойно», в которую вошла значительная часть дневников писателя. Кириленко 22 января Возвращаюсь к 1921 году. Я чувствовал себя смутно, ни к чему не прижившимся. Морозы напали вдруг на нас, и какие! В нашей комнате лопнул графин с водой. Времянки обогревали на час-другой. Попав с улицы в тепло, я вдруг почувствовал, что вот-вот заплачу. И в такие вот смутные дни я стал слушать лекции среди людей, непонятных и чуждых, как бы несуществующих. Скоро я убедился, что не слышу ни Чуковского, ни Шкловского, не понимаю, не верю их науке, как не верил некогда юридическим и философским и прочим дисциплинам. Весь литературный опыт мой, накопленный до сих пор, был противоположен тому, что читалось в Доме искусств. Я допускал, что роман есть совокупность стилистических приемов, но не мог поверить, что можно сесть за стол и выбирать, каким приемом работать мне сегодня. Я не мог поверить, что форма неорганична, не связана со мной и с тем, что пережито. То, что я слышал, не ободряло, а пугало, расхолаживало. Но не верил я в прием, в нанизывание, остранение, обрамляющие новеллы, мотивировки, оксимарон и прочее, тайны. Себе я не верил еще больше. Словом, так или иначе, я перестал ходить на лекции. Я шагал по улице и увидел афишу «Вечер серапионовых братьев». Я знал, что это студийцы той самой студии Дома искусств, в которой я пытался учиться. Я заранее не верил, что услышу там нечто человеческое. Дом искусств помещался в бывшем Елисеевском особняке. Мебель Елисеевых, вся их обстановка сохранилась. С недоверием и отчужденностью глядел я на кресла в гостинах. Пневматические, а не пружинные. На скульптуры Родена, мраморные, подлинные. На атласные обои и цветные колонны. Заняв место в сторонке, стал я ждать полной недоверии, неясности в мыслях и чувствах. Почва, в которую пересадили, не питала. Вышел Шкловский, и я вяло выслушал его. В то время я не понимал его лада, его ключа. Когда у кафедры появился длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем, как будто и владеющий собой Михаил Слонимской, я подумал. Ну вот, сейчас начнется стилизация. К моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего не произошло. Слонимской читал современный рассказ, и я впервые смутно осознал, на какие чудеса способна художественная литература. Он описал один из плакатов, хорошо мне знакомых, и я вдруг почувствовал время. И подобие правильности стал приобретать мир, окружающий меня, едва попав в категорию искусства. Он показался познаваемым. В его хаосе почувствовалась правильность. Равнодушие исчезло. Возможно, это было не то, еще не то, но путь к тому, о чем я тосковал и чего не чувствовал на лекциях. Путь к работе показался в тумане. Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный, не по выражению и вопреки суровому выражению лица, да и всего существа, человек, я подумал. Ну вот, теперь мы услышим нечто, соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске Серапионова братья. И снова ошибся. Был поражен. Пришел уже окончательно в восторг. Ободрился. Запомнил рассказ «Рыбья самка» почти наизусть. 24 января Так впервые в жизни я и увидел Зощенко. Понравился мне и Всеволод Иванов, но меньше. Что-то нарочитое и чудаческое почудилось мне в его очках, скуластом лице, обмотках. Он бы мне и вовсе не понравился, но уж очень горячо встретила его аудитория, и соседи говорили о нем как о самом талантливом. Остальных помню смутно. Не понравился мне Лунц, которого я так полюбил немного спустя. Но и полюбил-то я его сначала за живость, ласковость и дружелюбие. Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел Бертрана де Борна и «Вне закона» и понял, в чем сила этого мальчика. На вечере он читал какой-то библейской отрывок, где все повторялось «Моисей бесноватый», что меня раздражало. В конце вечера выступил девятнадцатилетний Каверин, еще в гимназической форме, с поясом, с бляхой. И он действительно прочел нечто стилизованное. Уже на первом вечере я почувствовал, что под именем серапионовых братьев объединились с писателей и люди, мало друг на друга похожие. Но общее ощущение талантливости и новизны объясняло их, оправдывало их объединение. Среди умерших, но продолжавших считать себя живыми и пролеткультовскими искусственными цветами, они ощущались, как люди живые и здоровые. Экспрессионизм, казавшийся самым подлинным видом современного искусства. Впрочем, меня занесло вдруг в ту область, которую ненавижу. Говоря яснее, на этом вечере я вдруг почувствовал, что не все так далеко от меня в тогдашней литературе, как немецкий экспрессионизм, например. Делается нечто доказывающее, что я не урод, не один. Есть кто-то, думающий, как я. 25 января Нет, я записал вчера не точно. Дело было не в том, что нашлись люди, думающие так, как я. Я ничего еще не думал. Думать можно, когда работаешь. Просто я почувствовал атмосферу менее враждебную, чем во всем остальном тогдашнем Петрограде. Более живую. Вскоре я познакомился с ними ближе. И в самом деле они оказались разными людьми. Что общего было у Лунца с Никитиным, у Каверина со Всеволодом Ивановым? Ближе всего сошелся я со Слонимским. Он в те дни просыпался поздно, часов в одиннадцать, но и тогда не вставал, все курил и думал, глядя рассеян огромными своими глазами в неприбранную свою душу. Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных, таких, например, как офицер со справкой ранен, контужен и за действие свое не отвечает, герой его Варшавы. И фамилии он любил странные, и форму чувствовал тогда только, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал за годы нашего долгого знакомства, прост. Он старался изо всех сил стать нормальным и, в конце концов, действительно отказался от всех своих особенностей. Он стал писать ужасно просто, занял место, стал в позицию нормального. Только какие-то железы у него на шее гипертрофировались, а искудал он еще больше, чем в первые годы нашего знакомства. И чувство формы начальной потерял, а нового не приобрел. У него всегда была ясная голова. Он умел играть в шахматы вслепую, был грамотнее всех товарищей в точных науках, и рассудок помог ему наступить на шею своей теме. Да иначе не могло получиться. Он все думал и думал в те дни, в 1922 году, но рассеянный его вид, тем не менее, и внушал уважение. 28 января. Итак, я заходил к нему чаще всего по утрам. Он вставал поздно. Чтобы наказать его за это, Лева Лунц расклеил объявление от дома искусств до дома литераторов на бассейны. В объявлении сообщал с владельцем КОС, что им предоставляется бесплатно для случки черный козел, являться только от 7 до 8 утра. И приводился Мишин адрес. Так как многие в те годы держали коз, то Миши долго не давали спать. Ему пришлось пройти по следам Лунца и тщательно сорвать, содрать со стен все объявления. Но он не обижался. Он держался с достоинством, не сразу заметным, но несомненным. И не стал бы он обижаться на дружескую шутку. История в те дни шагала быстро. 29 января И Серапионовы братья, хоть и возникли всего за год до моего с ними знакомства, уже имели предания и исторические рассказы. Уже успели уехать на юг Муся Алонкина, которую все очень любили, даже старики. Вова Познер, тоже ушедший в мои дни в историю, или, проще говоря, уехавший в Париж, написал Мусе Алонкиной стихи, где говорилось «Волынской, кони, тысячелетия у ног твоих лежат». Окончались они так. Вы кажете с ним, Мусенька, отделом охраны памятников старины. И Миша Слонимский был в нее влюблен и даже считался ее женихом. Грин, удалившийся в 1922 году в Старый Крым, в 1920-21 году тоже влюбился в Мусю. И существовало предание, что однажды утром Миша проснулся, почувствовав на себе чей-то взгляд. Первое, что он увидел, руки у самого своего горла. Это Грин пришел, чтобы задушить Мишу из ревности, но не довел дело до конца. А вот и исторический факт. Миша и Грин в шашлычной выясняли отношения и, не выяснив их до конца, обнаружили, что денег у них больше нет. Тут Грин осенила идея. Самый простой выход — это поехать и выиграть в лото. НЭП уже был в действии. На Невском 72 работало электрическое лото. Грин и Слонимск отправились туда, не сомневаясь, что выиграют, и, о чудо, и в самом деле выиграли. Удивились они этому только на другой день, увидев, как много у них денег, и припомнив, как они их добыли. В мое время дом искусств шел уже к своему концу, и чудес там больше не случалось. Алонкина, секретарь дома искусств в Петрограде. Вова Познер, имеется в виду Познер Владимир, родился в 1905 году, ставший впоследствии известным французским писателем. 30 января. Но я вспоминаю те дни, когда дом искусств существовал еще, а Миша Слонимской только начинал крепнуть. Вот он лежит на кровати, а забежавшая откуда-то из глубин дома искусств Мариата Шагинян, огражденный глухотой своей от возражений, громит молодых в Мишином лице, за что понять трудно. С какой-то очень высокой точки зрения молодые неправы. Мишу Мариата Сергеевна выбрала потому, что он достаточно тих и внимателен. А с другой стороны, держится не без достоинства. Таких ругать интереснее. Святая простота. Вот что у вас всех отсутствует. Святая простота. И не слушая, точнее, не слыша Мишиных попыток возразить, она с беспощадной прямотой требует, чтобы он бросил писать. И беспомощно хохоча и напрягая голос до того, что жилы напухают на тонкой шее, Миша кричит, «Как я могу бросить писать? Мариата! Я не могу бросить писать! Я тогда умру!» Обсуждали друг друга молодые, большей частью, у Миши в комнате, причем он по привычке слушал чтение почти всегда люже. Обсуждалось прочитанное пристально. Если рассказ нравился мне, я тогда совсем потерявший дорогу и всякое подобие голоса испытывал некоторое желание писать. Но всегда это желание вытравлялось начисто последующим обсуждением. Друзья мои с непостижимой для меня уверенностью пользовались тогдашним лексиконом своих недавних учителей. Я не отрицал этого вида познания литературы. Я его не мог принять, органически не мог. Мариата Шагинян со своим «Святая простота» была далека, но насколько ближе все-таки, чем обрамляющая новелла. Утешала меня идиотская уверенность, что все будет хорошо. Отсутствие языка имело для меня и утешительную сторону. Я в силу этого не мог думать. В 25 лет без образования, профессии, места я чувствовал себя счастливым хотя бы около литературы. 31 января я впитывал каждое слово, каждую мысль, но не все принимал, нет, далеко не все, органически не мог. Я вырос иначе, в маленьком городе, но вместе с тем, благодаря огромному расстоянию между знанием и выводами из него, действием, я уважал почти религиозно своих новых друзей. Они были там, в раю, среди избранных, в литературе. Меня раздражала важность Николая Никитина. Когда он пускался в рассуждения, орудая своими тяжеловесными губами и глядя бессмысленно в никуда, через очки, водянистыми рачьими глазами, никто его не понимал. Думаю, что, несмотря на глубокомысленность выражения, он сам не понимал, что вещает. Да, он был важен в те дни. Коля Чуковский спросил у него, когда Никитин вернулся из Москвы, какая там погода. И Никитин ответил важно, глубокомысленно, значительно, глядя неведомо куда своими бесцветными глазками. Снега в Москве великие. Я отлично понимал Никитина, но готов был преклоняться перед ним. Старше его хвалили, считал, что он чуть ли не самый талантливый из молодых. А я в те дни помогаю Чуковскому составлять комментарии к Панаевой, я спросил его однажды с тоской, неужели я и в примечание никогда не попаду? И Корней Иванович ответил со странной недоброй усмешкой, не беспокойтесь, попадете. Я смотрел на них, на молодых, суеверно, снизу вверх, из них уже что-то вышло, их сам горько и хвалит, а вместе с тем и сверху вниз учиться ни у них, ни у старших я не мог. Мне все казалось, что писать надо не так, а как, и тут я был бессилен. Федин, красивый, очень худой, так что большие глаза его казались излишне выпуклыми, напоминал мне московского студента, из тех немногих, что нравились мне. Он явно знал, что красив, но скромно знал, весело знал, про себя. Первое февраля. Нельзя было осуждать его за это. Его самочувствие напоминало особое удовольствие славного простого парня, который надел новый костюм, да еще знает, что он идет ему. При всей своей простоте Федин всегда чуть видел себя со стороны, чуть-чуть, и голосом своим пользовался он также, с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого, чуть переигрывая, но с правом на это место. Я слушал отрывки из романа «Города и годы» с величайшим уважением, как классику, и очень удивился, когда роман прочел. Без правильного, славного фединского лица, без голоса его, без убеждения и уверенности, с которыми он читал, роман перестал светиться изнутри, казался ложно классическим. Трансваль слушал я в квартире Федина за славным просторным его столом с самоваром. Славная беленькая дочь его, Ниночка, бегая, ушиблась и не заплакала, а вся покраснела из желания скрыть боль. Выдержать и выдержала. Дора Сергеевна говорила с нами с улыбкой, несколько как бы примерзшей к ее губам. Она подозревала, что мы ее но ничем этого не показывала. Хозяин был Федин, и дом велся просто, гостеприимно, доброжелательно, по его, по-хозяйски. И опять Трансваль, когда читал его хозяин, показался драгоценнее, чем когда я прочел его в книге. Но я не смел или почти не смел говорить о том даже самому себе. Я с радостью все старался рассмешить, развеселить моих новых друзей, не ощущая странности, а может быть и унизительности моей позиции. Впрочем, нет. Все они, кроме, может быть, Никитина, принимали меня как равного. Лева Лунц жил в глубинах дома в маленькой, полутемной, сырой комнате. Он был умный мальчик. Более всех умный и более всех мальчик. Он с блеском кончал университет и еще не решил окончательно, кем быть ученым или писателем. Второе февраля. Это был совсем еще мальчик и никак не теоретик группы. У группы не было теории. То, что Лева Лунц говорил, выслушивалось не без интереса и только. Да и Лева, настаивая на необходимости сюжета и прочих тогда модных стилистических приемах, больше с азартом убеждал, чем сам был убежден. Это пока что была игра, а его рассказы, написанные по правилам игры, отличались столь редкой тканью, жидкой фактурой, что не нравились ему самому. Зато в драматургии, где у Лунца теория вытекала из самой его работы, он, несмотря на молодость, имел уже настоящий опыт. Одно правило, найденное им, я запомнил. Не следует выбирать место действия, неограниченное стенами или еще чем-нибудь, слишком легки выходы. Спорить с этим правилом можно сколько угодно, но оно живое и родилось из опыта. И в пьесах он уже был не мальчиком, и ткань его пьес казалась в те дни драгоценной. В мальчике живом и веселом бродила и играла сила. Любили в те дни такую игру. Лёва Лунц садился посреди, остальные вокруг. И все должны были повторять его движения. И тут он был воистину вдохновенен и вдохновлял всех, доходил до шаманского состояния, и при этом весело, легко, играя, не выходя за пределы игры. У него была ясная здоровая голова, но слабенькое, еще мальчишеское, хрупкое тело. И сырая его комната и недоедание сломили мальчика. Третье февраля, и кончилась игра, которая отличает настоящие драгоценные камни от поддельных. Лунц уехал совсем больным. С парохода его вынесли на руках, и до самой смерти он, такой живой и быстрый, не вставал. Он писал друзьям, получил письмо и я, коротенькое, веселое. Но последние слова были такие «И я был свободным волком», как сказал Акела, умирая. В 1924 году, уже написав свою первую книжку, я приехал во второй раз в Артемовск, работал в газете, и однажды утром, развернув номер смены Веховской газеты накануне, с ужасом прочел, что Лева Лунц умер. В заметке было строк пять-шесть. Я оглядел новых своих друзей и понял, как трудно объяснить, какое случилось несчастье, какого чудесного юношу больше нет на свете. Он радовал чистотой и благородством силы, весело игравшей в его душе. Как это объяснить и рассказать? Это были самые близкие мои друзья, Лунц и Слонимской. Все Волод Иванов и Никитин совсем не были близки. Первый держался в стороне и скоро уехал в Москву, второй просто недолюбливал, хотел сказать, меня, нет, всех. Ласков со мной был и Зощенко, но я побаивался его, как и все. В те дни он был суров, легко сердился, что сказывалось чаще всего в том, что смуглое лицо его темнело еще больше. Но иногда он и высказывался. Однажды утром, сидя у него в комнате, я наблюдал благоговейно, как представитель какого-то московского издательства вел переговоры с ним и Никитиным. Он просил рассказа для журнала или альманаха. Это было еще для молодых редкостью, новостью в те дни. Никитин спросил о гонораре и стал требовать прибавки. Это показалось мне как бы кощунственным. И Зощенко потемнел и встал и заявил строго. А я отдаю вам рассказ за пять червонцев. Четвертое февраля. Чем ближе знакомился я с Михаилом Михайловичем, тем больше уважал его. Но вместе с тем все отчетливее видел в нем нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа. Точнее были плодом борьбы с болезненной стороной его существа. Это была совсем не та борьба, что у Миши Слонимского. Михаил Михайлович боролся с простыми вещами, бессонницей своей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить, давать советы, строить теории. Был он в этой области самоуверен. При молчаливости своей словоохотлив. Какая-то часть его сознания тянулась к научному мышлению. И казался он мне, при всей почтительной любви моей, иногда наивным, чудаковатым в этой области. Но это шло ему. Ведь и рассказы его в сущности поучали, указывали, проповедовали, только создавались они куда более мощной, могучей стороной его существа. Святая простота, о которой говорила Мария Ташегинян, сопутствовала всей его работе, всей жизни. Вот он с женщинами был совсем не мальчик, но муж. И его любили, и он любил. Но всегда любил. У него были романы, а не просто связи. В достаточной мере продолжительные. Однажды при нем стал читать свою непристойную поэму один молодой поэт. Изощенко так потемнел, что молодой поэт прекратил чтение и стал просить прощения у Михаила Михайловича, как будто провинился перед ним лично. В стороне держался Илья Груздев, неестественно румяный, крупный, сырой, беловолосый, белоглазый, чуть заикающийся. Вырос Груздев в тяжелых условиях. Не помню уже, отец или мачеха притесняли его и притесняли сверх всякой меры. Страшно. Он этим объяснял болезнь свою, повышенное кровяное давление, сказавшееся у него еще в молодости, и многие стороны своего характера. В серапионовских кругах считался он критиком средним. Уже тогда начинал он писать о горьком, осторожном языком человека застенчивого и самолюбивого. Но какой-то дар у него был. Однажды я зашел в госэздат, где он тогда работал в звезде или ковше, и Груздев рассказал о самозванце, заикаясь чуть, но вдохновенно и так ясно, что целая эпоха осветилась мне. Шестое февраля. Он был историком, и в этой области чувствовал себя очевидно свободнее, чем в той, в которой работал, и не только свободнее, он говорил как художник, и шуйские, которым бояре дали кличку Шубины за романовские полушубки, и Басманов, не по времени чистый, умирающий на пороге спальни царевича, всех с того памятного разговора я почувствовал как живых. Я кончаю говорить о Груздеве. Мы были некоторое время в ссоре, выяснилось, что поддразнивание мое, которому я не придавал значения, он принимал так тяжко, что я просто растерялся, когда на меня пахнуло этой стороной его воспаленного, замкнутого существа. Словно клапан вышибло из котла с азотной кислотой. Затем восстановили соотношение, осторожные с обеих сторон. 7 февраля Веня Каверин, самый младший из молодых, чуть постарше Лунца, кажется, был полной противоположностью Груздеву. Он был всегда ясен и доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, своей значительности, в своем счастье. Он только что кончил арабское отделение института восточных языков, писал книгу о Бароне Брамбеусе, писал повести, принципиально сюжетные, вне быта, и все одинаково ровно и ясно. Как это ни странно, знания его как-то не задерживались в его ясном существе, проходили через него насквозь. Он не вспоминает сейчас, например, об арабском языке и литературе. Его знания не были явлением его биографии, ничего не меняли в его существе. Еще более бесследно проходили через него насквозь жизненные впечатления. Очень трудно добиться от него связанного рассказа после долгой работы. Восьмое февраля. Приехав откуда-нибудь, он искренне старается вспомнить, как живут наши общие друзья, и не может. События в их жизни прошли через его ясную душу, не шевельнув ни частицы, не оставив следа. Особенно раздражало это во время войны. Как живут такие-то? Да ничего. Бог послал ему ровную, на редко счастливую судьбу, похожую на шоссейную дорогу, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль. Зощенко как-то желая утешить маршака в тяжелую минуту его жизни, сказал, «В хороших условиях люди хороши, в плохих плохи, а в ужасных ужасны». Каверин был хорош потому еще, что верил в то, что ему хорошо. Не все удачники понимают, как они счастливы и ревниво косятся на соседа бедняка. Для Каверина это было просто невозможно. Мы часто отводили душу броня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за тридцать лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом. Нас раздражало, что ясность ему далась от легкой и удачной жизни. Но у верты жизнь сложилась еще удачней. И кто видел от него хоть каплю добра? Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе, мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. И вдруг поняли, жизнь показала, время подтвердило, Каверин благородное простое существо. И писать он стал просто, ясно, создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его и весь его дом. Лидочка, его жена, заслуживает отдельного рассказа, так же, как Юрий Николаевич Тынянов, брат ее, которого я любил так осторожно и бережно, как того требовало хрупкое его удивительное существо. Поэтому вряд ли я осмелюсь рассказывать о нем о жалко. Девятое февраля Юрий Николаевич Тынянов был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нем угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературведческих трудах. Его собственное, личное, связанное с глубоко его ранившими превратностями судьбы, понимание Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. Я познакомился с ним, когда он был здоров и счастливо влюблен в молодую женщину. С ней мимоходом, не придавая этому значения, разлучил его грубый парень Шкловской. И она горевала об этом до самой смерти. А вечный мальчик Тынянов попросту был убит. Это бывает. Бывает. Юрий Николаевич был особенным, редким существом. Измена, даже мимолетная, случайная, от досады, имела для него такое значение, которое взрослому Шкловскому и не снилось. Когда я Юрия Николаевича видел в последний раз, он все так же по-прежнему походил на лицейский портрет Пушкина. Был строен как мальчик, но здоровье ушло навеки. Безнадежная болезнь победила, притупила победительный праздничный блеск его ума, его единственного трогательного собственного значения. И больше я о нем не буду писать. Не хочется рассказывать о нем трезво. Не тот человек. В начале двадцатых годов молодые писатели, мои друзья, почти все были холосты. Веник Аверин женился едва ли не первым. Я увидел Лидочку на одном из серопионовских вечеров, бледную, темноволосую, маленькую, похожую, не похожую на брата. Очень тихая, она ничем не выдавала своей силы. Только с течением времени я увидел, как на плечах несла она свой дом и все несчастья, что выпали на долю ее брата. Маршак полушутя говорил, что Лидочка пишет лучше Вени. Во всяком случае, она могла бы писать. Я знаю это не по книгам ее, а по ней самой. Она умеет заметить, запомнить и передать все то, что проходит через Веню, не изменив, не пошевелив и частицы его души. Брак с Лидочкой с самых первых дней не усложнил, а облегчил жизнь этого счастливца. 13 февраля Вероятно, в начале двадцатых годов, а может быть и ближе к середине, увидел я безобразное, а вместе с тем привлекательное, безразлично брезгливое, а может быть глубоко сосредоточенное лицо Эренбурга. Он зашел к кому-то из Серапионовых братьев. Сохраняя не то брезгливое, не то горестное выражение рта, рассказывал он сонно, глядя мимо собеседников, что пишет сейчас Жанну Ней, поставив себе простую задачу сделать книгу, над которой плакали бы. Он достал из портфеля и показал готовый план книги, похожий на генеалогическое дерево или штатное расписание. Разноцветные кружки или квадратики, соединенные прямыми линиями, занимали длинный лист бумаги. Меня этот план почему-то рассердил и напугал, но Федин, у которого я отозвался с насмешкой о такого рода планировании, спросил удивленно, а как же иначе, и достал из стола лист, весьма похожий на оренбурговской, со схемой будущего своего романа. Кажется, братьев. В те дни я прочел Хулио Хуренито, лучшую, вероятно, из оренбурговских вещей. Книжка задевала, но скорее отрезвляла, чем опьяняла. Схему придумывать можно, но настоящая работа опрокидывает ее. Бог располагает. В романах Жеренбурга уж очень отчетливо просвечивало, как человек предполагает. Дурного в этом я не видел. Скорее, испытывал зависть к его трудоспособности и рассудку. Но успех его тех лет неистовый, массовый, казался мне необъяснимым. Я, шутя, уверял, что он продал душу черту. Толпа забила большой зал консерватории, где он выступал. Студенты прорывали наряды милиции и мчались наверх по лестнице. Потом, позже, угадал я его дар — жить искренне, жить теми интересами, что выдвинуты сегодняшним днем, и писать о них приемами искусства сегодняшнего дня. 14 февраля Так иной раз появлялись и исчезали люди из другой, из московской или еще более далекой жизни. Появился Толстой, но литературную среду, близкую мне, не поколебал. Он встал в стороне, завел знакомство только с Фединым и Никитиным. Он поставил себя в положении более независимой, чем кто-либо, независимой в отношении своих собственных дел. Писал он, как в то время требовалось. Разве только иногда позволял себе слишком уж откровенно делать вещи для большого заработка, вроде заговора императрицы. Зато жил весело, не по времени широко, словно помещик, и выходило у него это естественно, как будто иначе и не полагалось людям, подобным ему. И все у него получалось. В книжках, даже наименее удачных, вдруг как подарок пугая, целая глава. А Ибекус, хотя Миша Слонимской бронил его за умышленную традиционность, обрадовал в те дни от начала до конца. А детство Никиты? По традиции дуря и чудачествуя, жил он в своем имении в детском широко и свободно, как писал. Он ни в чем не стеснял себя, был телесен во всем. Вот он вышел на станции по дороге на юг. Цыганка сидит на перроне и ни на кого не глядит, перекладывает в мешки, что набрала. И Толстой, вышедший из вагона, стоит на дне и откровенно, нельзя сказать, наблюдает, всасывает, как насос, впитывает то, что видит. Так он смотрел, писал, ел и пил и любил. А чудачество, тоже непритворное, помогало ему по традиции. Он не притворялся, но пользовался по традиции этой своей особенностью, как пользовался талантом, здоровьем, впечатлительностью. Ругали его скорее беззлобно, уж очень он весь был понятен и живописен. О нем не то, что сплетничали, а любили поговорить о его заработках, обедах, приемах, а он шагал себе, как бы не замечая шума и разговоров, радуясь себе. 14 мая Евгений Шварц во всех своих изменениях знаком мне с самых ранних лет, и я знаю его так, как можно знать самого себя. Со своей уверенной и вместе с тем слишком внимательной к собеседнику повадкой, пристально взглядывая на него после каждого слова, он сразу выдает внимательному наблюдателю главное свое свойство — в личных своих отношениях, во всех без исключения дружеских и деловых, объясняясь в любви, покупая билет на стрелу, прося передать деньги в трамвае, он при довольно большом весе своем и уверенном, правильном даже наполеоновском лице непременно попадает в зависимость от человека или обстоятельств. У него так дрожат руки, когда он платит за билет на стрелу, что кассирша выглядывает в окно взглянуть на нервного пассажира. Если бы она знала, что ему в сущности безразлично ехать сегодня или завтра, то еще больше удивилась бы. Он по слабости своей уже впал в зависимость от ничтожного обстоятельства, не верил, что дадут ему билет. Потом надеялся, потом снова впадал в отчаяние. Успел вспомнить обиды всей своей жизни, пока крошечная очередь из четырех человек не привела его к полукруглому окошечку кассы. Самые сильные стороны его существа испорчены слабостью, пропитаны основным этим его пороком, словно запахом пота. Только очень сильные люди, которые не любят пользоваться чужой слабостью, замечают его подлинное лицо. Сам узнает он себя только за работой и робко удивляется, не смея по слабости верить своим силам. Трудность автопортрета в том, что не смеешь писать то, что тебе хорошо. Ну, слабость, слабость, в чем она? В том, чтобы сохранить равновесие во что бы то ни стало, сохранить спокойствие, наслаждаться безопасностью у себя дома. Но что нужно для его спокойствия? 15 мая Я чувствую, что следует сказать точнее, что разумею я под слабостью. Это не физическая слабость. Он моложав, здоров и скорее силен. В своих взглядах упорен, когда дойдет до необходимости поступать так или иначе. Слабость его можно определить в два приема. Она двустепенна. На поверхности следующего слабость. желание ладит со всеми. Под этим кроется вторая, основная, страх боли, жажда спокойствия, равновесия, неподвижности, воля к неделанию. Я бы назвал это свойство ленью, если бы не размеры, не масштабы его. В Сталинобаде летом 1943 года Шварц получил письмо от Центрального детского театра, находящегося в эвакуации. Завлит писал, что они узнали, что материальные дела Шварца не слишком хороши, и предлагал заключить договор. Соглашение прилагалось к письму. Шварц должен был его подписать и отослать, после чего театр перевел бы ему две тысячи. Шварц был тронут письмом. Деньги нужны были до зарезу. Но его охладила мысль, пока соглашение дойдет, да пока пришлют деньги, и в первый день он не подписал соглашение, отложив до завтра. Через три дня я застал его полного ужаса перед тем, что письмо все еще не послано. Но не ушло оно и через неделю, через десять дней, совсем не ушло. Это уже не лень, а нечто более роковое. Человеком он чувствует себя только работая. Он отлично знает, что, пережив ничтожные в сущности напряжение первых двадцати-тридцати минут, он найдет уверенность о снею счастье. И, несмотря на это, он днями, а то и месяцами не делает ничего, испытывая боль, похуже зубной. Шестнадцатое мая. В этом несчастье он не одинок. Таким же мучеником был олейников, все искавшие полушутя способы начать новую жизнь, то с помощью голодания, то с помощью жевания, все для того, чтобы избавиться от проклятого наваждения и начать работать. Также, по-моему, пребывает в мучениях пантелеев. Было время, когда в страстной редакторской оргии, которую с бешеным упрямством разжигал маршак, мне чудилось желание оправдывать малую свою производительность, заглушить боль, мучившую и нас. У Шварца было одно время следующее объяснение. Все мы так или иначе пересажены на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может питаться от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма в почву НЭПа, потом в почву коллективизации. Категорические приказы измениться. А прежде люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от корней, либо падали. А мы все время болеем. Изменения в искусстве несоизмеримы с изменениями среды. Мы не успеваем понять, выразить свою почву. Я не знаю, убедительна эта теория или нет, но Шварц некоторое время утешался при своей беспокойной ласковости с людьми любил ли он их. Затрудняемся сказать. Олейников доказывал Шварцу, что он к людям равнодушен, ибо кто пальцем не шевельнет для себя, тем более уж ничего не сделает для близких. Мои наблюдения этого не подтвердили. Без людей он жить не может. Это уж во всяком случае. Всегда преувеличивая размеры собеседника и преуменьшая свои, он смотрит на человека как бы сквозь увеличительное стекло внимательно. 17 мая. И в этом взгляде, по каким бы причинам он не возник, нашел Шварц точку опоры. Он помог ему смотреть на людей, как на явление, как на создание божьих. А равнодушия здесь не может быть и речи. Жизнь его немыслима без людей. Другой вопрос «Сделает ли он для них что-нибудь? Сделает ли он что-нибудь?» Среди многочисленных объяснений своей воли к неподвижности он сам предложил и такую «У моей души либо ноги натерты, либо сломаны, либо отнелись». 30 июня О Шостаковичи услышал я впервые вероятно в середине двадцатых годов. И когда я увидел его независимую мальчишскую фигурку с независимой копной волос, нервную, но внушающую уважение, я удивился, как наружность соответствовала рассказам о нем. Встретились мы в доме ныне умершим, стертом с лица земли временем. С детства приученный к общему вниманию, Шостакович не придавал ему значения. Смеялся, когда было смешно, слушал, когда было интересно, говорил, когда было что сказать. В его тогдашней среде тон был принят иронической. И говорил он поэтому насмешливо, строя фразы преувеличенно литературно правильно, остро поглядывая через большие на худеньком лице круглые очки. Играл он тогда на рояле охотно и просто показывая, что сочинил. Тогда рассказывали, что и пианист он первоклассный, и только по какой-то случайности не занял первого места на шопеновском конкурсе в Варшаве. После знакомства встречались мы редко, но с первой встречи я понял, что обладает он прежде всего одним прелестным даром, впечатлительностью высокой силы. Это, как бы сложно ни шла его жизнь, делало его простым. О нем рассказывали, что, играя в карты и проигрывая, он убегал поплакать. Одни знакомые его получили из-за границы пластинку, тогда еще никому неизвестную, ой, эти черные глаза. Услышав великолепный баритон, вступивший после долгого вступления, Дмитрий Дмитриевич расплакался и убежал в соседнюю комнату. Но разговаривал он так, что казался неуязвимым. Андроников очень похоже изображал, как, резко артикулируя и отчетливо выговаривая, произносит он «прекрасная песня, прекрасная песня, под сенью цилиндра спускался с гор, известный всем Робин Дранат Тагор. Прекрасная песня, прекрасная песня, побольше бы таких песен». В Ленинграде его очень любили. Первое июля Любили настолько, что знали подробно о его женитьбе, о его детях, о его работах. Обо всем этом говорили одинаково и весело и уважительно. Его музыку не то, что понимали, но считали зазорным не понимать. Впрочем, многих его музыка и в самом деле задевала, заражал восторг понимающих. Когда внезапно грянул гром над его операми, все огорчились и как обрадовались пятой его симфонии. 28 января 1936 года в газете «Правда» была опубликована редакционная статья «Сумбур вместо музыки» об опере Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда. Я ближе познакомилась со Шостаковичем во время войны. Повинуясь своей впечатлительности и тем самым божеским законам, чувствовал он себя связанным со всеми общими бедами. Он пришел выступать на утренник в филармонии, не спрашивая, нужен ли этот утренник и разумен ли. Шостакович выступил в дневном концерте 14 сентября 1941 года. Это был первый концерт, сбор с которого поступил в фонд обороны. Среди участников концерта был и Шварц. Такой вопрос был бы не военным, а всякое уклонение в те дни казалось подозрительным. Дважды или трижды утренник прерывался воздушной тревогой. Зрители и участников уводили в бомбоубежище, а потом возвращали на места послушно. В 1942 году в сентябре, приехав в подтянутый опустевшую Москву с маскировкой на домах, с высокими заборами вокруг разбомбленных зданий, я впервые увидел Шостаковича ближе. Мы оба жили в гостинице «Москва». При первом разговоре поразил он меня знанием Чехова. «А скажите, Евгений Львович, сколько раз упоминается у Чехова горлышко бутылки, блестящие на плотине?» Для меня любовь к Чехову признак драгоценный. И я был тронут и обрадован. По-прежнему Шостакович не придавал значения своей славе, был прост, хотя и дерган. Говорил, когда было что сказать, смеялся, когда было смешно. Задумываясь внезапно, постукивал пальцем по виску. Увлекаясь, дергал за рукав или за руку. Но при всех нервических признаках фигурка его оставалась мальчишеской. Независимо стояли волосы надолбом, очки казались слишком большими по лицу. Он в Доме кино просмотрел фильм о Линкольне и все хвалил его, рассказывал. Фильм «Юный мистер Линкольн» режиссера Форда, 1939 год. Роль Авраама Линкольна исполнял Фонда. 2 июля И, кончив рассказывать, задумался о следующем обстоятельстве. Картина начинается с того, что юношу, заподозренного в убийстве, едва не линчевала толпа. Вот мы с вами не побежим сейчас на улицу, если узнаем, что некто в доме напротив совершил убийство. Дмитрий Дмитриевич тревожило отсутствие чувства законности в нас и окружающих. Мы не будем требовать немедленного наказания злодея. Как многие большие люди, при всей особенности отъединенности, он чувствовал свою связь с людьми, и чувство жалости, и чувство ответственности при впечатлительности его вспыхивало сильно и действенно. Марин Гофф рассказал такой случай. Шостакович терпеть не мог театрального деятеля Авлова. Авлов Григорий Александрович 1885-1960 театральный деятель, режиссер, критик и педагог. Но вот Авлов по какому-то делу попал под суд. Шостакович сказал Марин Гофф что Авлов на суде показался ему человеком совсем другим, что одержался он с достоинством и видимо ни в чем не виноват. Вот и съездили бы к прокурору СССР да попросили бы за Авлова, сказал Марин Гофф полушутя. И Шостакович поехал в Москву и как взрослый добился приема у прокурора. И дело Авлова было пересмотрено, его оправдали. Ради незнакомого и неприятного человека вышел он из привычного отъединения. Серьезный, с независимыми трепанными волосами, падающими на лоб, глядя на прокурора СССР через слишком большие на мальчишеском его лице очки, добился он достаточно трудного успеха. Тот же Марин Гофф сказал однажды, что он в тяжелом состоянии, а вот приходится ехать в Москву. Нахмурившись, Шостакович заявил тотчас же, что он поедет с Марин Гоффом. Еле уговорили его домашний и сам Марин Гофф, а были они только в приятельских отношениях. Друг у Дмитрия Дмитриевича был один, Иван Иванович Солертинский. Когда у Маршака заболел в Алмате сын, Шостакович поехал проводить Самуила Яковлевича на вокзал. Сам поехал. Третье июля. Когда он женился, ему, пока находился он по делам в Москве, по невозможно дешевым ценам купили обстановку. Так сложились тогда обстоятельства. Мебель ничего не стоила. Комиссионные магазины были забиты. Разных профессий деляги из Москвы и их жены, как вранье, слетались на эту ярмарку, покупали рояли по 200 и екатериненские буфеты по полтора ста рублей, что делягам, впрочем, не пошло впрок. Вернувшись, Шостакович увидел купленную для него мебель и, узнав, сколько за нее заплачено, ушел немедленно из дому. Он собрал деньги всюду, где мог, и заплатил владельцам настоящую цену. Надо добавить, что он далеко не расточителен. Все вышеописанные проявления его существа для него вполне органичны, что особенно драгоценно. его действия вряд ли опираются на теорию или заповеди консерваторские. И среда не поощряла к этому. Он охотнее всего говорит о футболе, дружит с футболистами, следит тщательно за результатами матчей, если пропустит по радио, звонит к знакомым, спрашивает, не слыхали ли, чем кончилась очередная встреча. не признак неясности или сладости. Трезвость, простота, принимаемые привыкшими притворяться товарищами его по работе за оскорбление. Возвращаюсь к нашей московской встрече. По телефону он начинал разговор так. Говорит Шостакович, подчеркивая букву О, как бы бояв, что его примут за другого. Он знал себе цену, но вместе с тем я узнавал в нем знакомое с детства русское мрачное недоверчивое отношение к собственной славе. Мы стояли рядом в очереди в столовой ЦДРИ за получением пропусков. Я, как командировочный, Шостакович потому, что было первое число месяца. Директор дома дважды подходил к нему и предлагал подождать в кабинете, и Шостакович оба раза сухо отклонил эти любезности. Сказалась его тоже органичная воспитанность. 4 июля Однажды мне пришлось побывать с ним в доме, где среди гостей присутствовали певцы из Большого театра. Дмитрий Дмитриевич сразу затасковал, пальцы заиграли по виску, по столу. На обратном пути его спросили, вы не любите певцов? И, резко артикулируя, преувеличенно литературно правильно, он ответил, совершенно несомненно, что афоризм Леон Кавалла и артист человек нуждается в ревизии. Он, не шутя, утверждал, что единственный недостаток Чехова это женитьба на Книпер. Нет, нет, вы ее не знаете, этого нельзя простить. Впрочем, приехав на очередное драматургическое совещание из Кирова в Москву и зайдя к Маршаку, я увидел Шостаковича в обществе актера. Маршак, он и Яншин праздновали начало работы над постановкой двенадцати месяцев. Я зашел к Маршаку с вокзала с чемоданчиком. Получив приглашение позавтракать с ними, я предложил банку консервов, привезенную с собой. Маршак стал отказываться, но Шостакович мигнул, давайте, мол, и я вспомнил, что и о его великолепном аппетите много рассказывали. Это, конечно, был тоже нервический аппетит. Шостакович терял слишком много энергии, все время требовал топлива. Пятое июля. Нервность, нервность. Чувствую, что надо еще раз напомнить об этой стороне его существа, проникающие остальные. Весьма часто на нервной почве бьются в истерике, дерутся, обижают слабых. Но благородство материала, из которого создан Шостакович, приводит к чуду. Люди настоящие, хотят этого или не хотят, платят судьбе добром за зло. На несчастье, обиды и болезни отвечают они работой. И трепанный, дерганный Шостакович, небрежно одетый, с большими очками на правильном небольшом остром носу, подчиняется тому же особому закону, что Моцарт, Бетховен и подобные им. Он работает. Когда я по неграмотности спросил, нужно ли ему проверять на рояле то, что он пишет, то получил ответ, так же не нужно, как вам читать ваше произведение вслух. Нервность Шостаковича, его снобическая манера говорить, его нездоровье и здоровье, все-все оборачивается, перерабатывается, высказывается в работе. Конечно, нервность делает его иной раз человеком трудновоносимым для окружающих, но вот с двумя своими детьми он необыкновенно ровен и терпелив. А сколько я видел случаев, когда нервность обрушивалась именно на эту, наименее защищенную часть семьи. Я знаю, что сильных людей не любят, успех чужой переносит с трудом, и все-таки это обычное до пошлости явление удивляет меня, как неслыханная новость, когда обнаруживаю я его в жизни. Я знал, что Шостакович раздражает, нет, оскорбляет самым фактом своего существования музыкальных жучков, столь же скептических и цинических на деле, как Шостакович на словах. Они чувствуют в нем изменника великому делу нигилизма, и все говорят о нем. Шестое июля. Как только эти жучки сползаются вместе, беседы их роковым образом приводят к Шостаковичу. Обсуждается его отношение к женщинам, походка, лицо, брюки, носки. О музыке его и не говорят, настолько им ясно, что никуда она не годится. Но отползти от автора этой музыки жучки не в силах. Он живет отъединившись, но все-таки в их среде, утверждая самым фактом своего существования некие законы, угрожающие жучкам. Их спасительный нигилизм как бы опровергается, и вот они жужжат. Все это я знал по рассказам и принимал равнодушно. Но года два назад в среде более высокой, среди композиторов по праву, я вдруг обнаружил ту же ненависть. Сами композиторы помалкивали, несло от их жен. Одна из них неглупая и добрая, глупела и свирепела, едва речь заходила о Дмитрии Дмитриевиче. Это выродок, выродок. Я вчера целый час сидела и смотрела, как он играет на бильярде. Просто оторваться не могла, все смотрела, смотрела, ну выродок, да и только. Я не посмел спросить, почему же не могла она оторваться? Какая сила влекла ее к этому выродку? И она продолжала, нет, он выродок, выродок. Вчера приходит и сообщает, у нас петух хуже цепной собаки, бросается на людей. Когда я завязывал башмак, он попытался клюнуть меня в лоб, но, к счастью, я выпрямился и удар пришелся в колено. Остался синяк, остался синяк, бросается на всех, заходите посмотреть, заходите посмотреть. А? Какова наглость? У него петух бросается на людей, а он зовет заходите, выродок. Я ужаснулся этой ненависти, которой даже прицепиться не к чему, и пожаловался еще более умной и доброй жене другого музыканта. Но и эта жена прижала уши, оскалила зубы и ответила, ненавидеть его, конечно, не следует, но что он выродок, это факт. И пошла, я умолк. Седьмое июля. И когда я рассказал об этих потрясших меня разговорах одному дирижеру, тот ответил, что же вы хотите? Эти композиторы чувствуют, что мыслить, как Шостакович, для них смерть. Дирижер подразумевал музыкальное мышление. Мужья чувствовали страх, а их жены еще и ненависть. Вот почему, как загипнотизированная глядела одна из них и не могла наглядеться, чувствуя, что перед ней существо другого мира. Как относился Шостакович к этой ненависти? Не знаю. Но вот два рассказа его на эту тему. Все мы знаем, как Римский Корсаков относился к Чайковскому. Для этого достаточно бросить взгляд на алфавитный список собственных имен, упоминаемых в летописи моей музыкальной жизни. Тогда, как совершенно ничтожный Ларош упоминается десятки, а может быть и сотни раз, Чайковской всего шесть-семь. Да и как упоминается-то? Приехал Чайковской, и, следовательно, опять будет пьянство. Опять был вечер с Чайковским и Шампанским. Когда появилась Шестая симфония, Римский Корсаков объявил, что этот сумбур уж совершенно непонятен. Правда, Великой Никиш ухитрился растолковать кое-какие фрагментики этого неудачнейшего опуса, что по существу не спасает автора от полного провала. Это мы все знали из книг, но не знали, что говорится о Чайковском у римских Корсаковых, так сказать, за чайным столом, как довольно часто случается в подобных случаях, проговорились дети. В день столетнего юбилея римского Корсакова один из многочисленных его сыновей, профессор-биолог, сообщил собравшимся семистам композиторам и примерно такому же количеству гостей, что будет выступать как ученый. Вначале он поведал о тесной дружбе, существовавшей в свое время между его гениальным отцом и Петром Ильичем. Они обожали друг друга, как закадычные друзья. Восьмое июля и даже были знакомы домами. Покончив с этой билетристической частью, докладчик перешел к ученой. Он показал собравшимся генеалогическое дерево римских Корсаковых, уходящее своими корнями в самую глубь русской истории. «Пусть вас не смущает слово римской», воскликнул ученый и привел исчерпывающее доказательство того, что данное прозвище явилось результатом служебной командировки, но отнюдь не примеси итальянской крови, тогда как Петр Ильич Яковский является, увы, не русским с чисто научной точки зрения. Он сын французского парикмахера Жоржа, похитившего супругу Ильи, забыл как отчество. Наглый француз бросил бедняжку и добрый Илья забыл как отчество усыновил ребенка. И на этом месте доклада все семьсот композиторов и такое же количество гостей поняли, до какого накала доходили за чайным столом римских корсаков разговор о Петре Ильиче, ухитрившемся, несмотря на легкомыслие, шампанское и прочее, создать себе мировое имя. Ученый сын выдал родителей. И тут даже неотличающийся излишней впечатлительностью композитор Шапорин взял слово и заявил с трибуны, что столетие со дня рождения одного великого русского композитора не может служить поводом для дискриминации второго. Однажды Шостакович спросил, что вы скажете о композиторе Н, и он назвал фамилию совершенно неизвестную, не знаете? Странно. А между тем этот самый Н учился у Лядова одновременно с Прокофьевым. И тогда, как Прокофьев получал тройки, а иногда и двойки, Н учился на круглые пятерки. И что же, ловкачий Проныра Прокофьев завоевал себе мировое имя, тогда, как Н, несмотря на семнадцать симфоний и одну поэму Сатания, никому неизвестен. Какова темка-то? Восклицает он, играя на рояле тему сатаны. И никто меня не знает, тогда, как ловкачий Проныра Прокофьев известен всему миру. Десятое июля. Прочел в Казаках, что Оленин, мечтая, испытывал страх труда, когда пытался найти форму для мечтаний. Шостакович рассказывал об операции удаления Глант, которую ему сделали в Москве прошлым летом. Это одно из самых позорных воспоминаний моей жизни. Когда я пришел в операционную комнату, то мне овладела первой пагубной мысль. Профессор имеет отличную репутацию, но Бетховен имел еще лучшую. Тем не менее, в его обширном музыкальном наследии можно отыскать два-три неудачных опуса. Что, если моя операция окажется неудачным опусом профессора? Это вполне допустимо и совершенно естественно и даже не отразится в дальнейшем на отличной профессорской репутации. В подлиннике ошибочно операции. Этот ничтожный процент неудач для него может оказаться весьма значительным лично для меня. Тут я увидел, что вся операционная затемнена, как во время войны. Только над столом висит как бы электрическая пушка, которая должна освещать мои гланды. И вторая пагубная мысль овладела мной. А что, если произойдет короткое замыкание как раз посреди операции? И тут я закрыл рот и отказывался открыть его, несмотря на уговоры всего персонала, от профессора до медицинских сестер и санитарок. В конце концов, все же им удалось усовестить меня. Не верьте, если вам будут говорить, что эта операция коротка и безболезненна. Она длится бесконечно. А боль настолько сильная, что я далеко отбросил в один из тяжелых моментов профессора ударом правой ноги. 5 августа. Сложность этого лета увеличилась от того, что приехал Шкловский, мой вечный мучитель. Он со своей уродливой, курносой, вечно готовой к улыбке до ушей маской, страшен мне. Он подозревает, что я не писатель, а для меня это страшнее смерти. Когда я не вижу его, то и не вспоминаю по возможности, а когда вижу, то теряюсь, недопустимо разговорчив, стараюсь отличиться, проявляю слабость, что мне теперь невыносимо. Беда моя в том, что я не преуменьшаю, а скорее преувеличиваю достоинства порицающих меня людей. А Шкловский при всей суетности и суетливости своей, более всех, кого я знаю из критиков, чувствует литературу. Именно литературу. Когда он слышит музыку, то меняется в лице, уходит из комнаты. Он, вероятно, также безразличен к живописи. Из комнаты не выходит, потому что картина не бросается в глаза, как музыка врывается в уши. Но литературу он действительно любит. Больше любит, чем все, кого я знал его профессии. Старается понять, ищет законы по любви. Любит страстно, органично. Помнит любой рассказ, когда бы его не прочел. Не любит книги о книгах, как его собратья. Нет, органично связан с литературой, поэтому он сильнее писатель, чем ученый. Шестое августа Недавно перечитал я «Третью фабрику». Это, несомненно, книга и очень русская. Здесь вовсе не в форме дела, чтобы не предполагал Шкловской. Бог располагает в этой книжке, и форма до того послушна тот автору, что ее не замечаешь, и как в лучших русских книжках не знаешь, как ее назвать. Что это, роман? Нет, почему-то. Воспоминания? Как будто и не воспоминания. В жизни со своей лысой курносой башкой Шкловской занимает место очень определенное и независимое. У Тыняновых он возмущал Леночку тем, что брал еду со стола и ел еще до того, как все усаживались за стол. И он же посреди общего разговора вдруг уходил в отведенную ему комнату. Посылают за ним, а он уснул. Но он же возьмет бывало щетку и выметит кабинет Юрия Николаевича и коридор и переставит мебель на свой лад. Сказать человеку в лицо резкость любил. Глядя на режиссера Герасимова, сказал, я не могу к вам хорошо относиться. Вы напоминаете мне человека, которого я ненавидел. Знаю. Савенкова? спросил Герасимов. Да, это неспроста. Герасимов пропустил таинственный, но явно обидный смысл, скрытый в слове «неспроста», и полушутя стал рассказывать, как завидуют его наружности актеры. Он всегда играет злодеев, а это, как известно, самые лучшие роли. На диспутах Шкловской не терялся. В гневе он краснел, а Библия говорит, что это признак хорошего солдата. По-солдатски он был верен друзьям. Но тут начинается уважение к времени со всеми его последствиями. Сам он отступал, бывало, и отмежевывался от своих работ. Друзей не тянул за собой, но себя вдруг обижал. На похоронах друзей плакал, любил, следовательно, всем существом, органично. Слушает он недолго, но жадно, и поглощает то, что услышал глубоко, так глубоко, что забывает источник. Седьмое августа. Однажды у Тыняновых зашел разговор об одном писателе, и я объяснил присущую тому озабоченность и суетливость тем, что известность пришла к нему как бы приказом от такого-то числа, за таким-то номером. От этого данный писатель в вечных хлопотах. Если его назначили известным, то, стал быть, могут и снять. И он с ужасом присматривается, приглядывается, прислушивается, не произошло ли каких изменений в его судьбе. Старается, оправдывается, и нет у него и минуты спокойной. Шкловский выслушал это внимательно против своего обыкновения, и в конце вечера, когда разговор вернулся все к тому же писателю, Шкловский сказал, «Вся беда в том, что его назначили известным» и так далее. Мысль задела его, и он ее проглотил, и стала она его собственной. Это не значит, что он похищал чужие мысли. Если говорить о качестве знаний, то его знание делалось знанием, только если он его принимал в самую глубь существа, поглощал. Если он придавал значение источнику, то помнил его. Поэтому в спорах он был так свиреп. Человек, нападающий на его мысли, нападал на него всего, оскорблял его лично. Он на каком-то совещании так ударил стулом, поспорив с Корнеем Ивановичем, что отлетели ножки. Коля говорил потом, что Шкловский хотел ударить папу стулом, что не соответствовало действительности. Он бил кулаками по столу, стулом опал, но драться не дрался. Вырос в Шкловской налюдях, в спорах, любил наблюдать непосредственные действия своих слов. Было время, когда вокруг него собрались ученики. Харджиев, Гриц и еще и еще. И со всеми он поссорился. И диктовал свои книги, чтобы хоть на машинистке испытывать действия своих слов. Так во всяком случае говорили его друзья. Витя не может без аудитории. Был он влюбчив и недавно развелся с женой. Восьмое августа. Развод и новая женитьба дались ему непросто. Он потерял квартиру и денежные его дела в это время шли неладно. Он поселился с новой женой своей в маленькой комнатке. Жил трудно. И шестидесятилетие его в этой комнатке и праздновалось. Собрались друзья. Тесно было, как в трамвае. Уйти в другую комнату и уснуть, как некогда, теперь возможности не было. И Виктор Борисович лег спать тут же, свернулся калачиком на маленьком диванчике и уснул всем сердцем своим, всеми помышлениями, глубоко, органично, скрылся от всех ушел на свободу со всей страстностью и искренностью, не изменяющую ему никогда. И тут вдруг появилась Эльза Триоле. Пришла женщина, о которой тридцать с лишним лет назад была написана книга «Письма не о любви». А он так и не проснулся. Как все люди, сделавшие свой дар, нет, приспособившие свой дар для ежедневной работы, овладел он с годами техникой страсти и любви. Лебедев как-то рассказывал о француженке Шансонетке, знаменитой своим темпераментом. Она, едва к ней прикасался мужчина, закусывала губу до крови, а потом узнала, что губа ее нижняя подрезана бритвой на этот случай. И актеры, и поэты, и писатели, все промышляющие кровью своей, в конце концов приобретают опыт, позволяющий простейшим способом приводить ее в волнение. Обладает и Мышкловской. умеет он рассердиться в споре и рассказать о своей последней работе. От него исходит то тепло, которое подтверждает, что двигатель существует и в порядке. Одно движение опытной руки и готово. Гнев, блеск, утверждение, увлечение, чудеса. И только в последний год друзья замечают с горечью, что поворачивает Виктор Борис Черычак, а двигатель отказывает. 9 августа Борис Михайлович Эйхенбаум так давно знаком всем нам, так нежен, так бел, что говорить о нем точно как бы кощунство. Не то я сказал, нежен не то слово. Субтилен, вот это несколько ближе. Он со всеми нами ласков и внимателен, что любишь, но в глубине души недостаточно ценишь. Ненавес золота, как ласку и внимание людей более грубых. Кажется, что ему это легко, и в глубине души он благожелательно равнодушен к тебе и только. Когда была жива Рая, человек куда более воплотившийся, Боря относился к людям куда более контрастно и отчетливо. Эта субтильность его подсказывает еще темную, но неотвязную мыслишку, такому нетрудно быть порядочным, хорошим, даже человеком, и вместе с тем нет человека, который, познакомившись с ним, не уважал бы его в конце концов. Как в Шкловском угадываешь в нем непрерывную работу мысли, менее страстную, более ровную и более научную. Вот в науке своей воплотился Борис Михайлович со всей полнотой. Десятое августа. Недавно поразило меня, когда разглядывал я толпу, как разно заведены люди, шагающие мне навстречу по улице. Разно, очень разно заведены и Шкловской, и Эйхенбаум, но двигатели в них работают непрерывно, и топливо для них горючее, добывается, течет непрерывно от источников здоровых. Любопытство, жажда познания, а отсюда любовь к одному, отрицание другого. И Шкловской тут много ближе к многогрешным писателям, а Эйхенбаум к мыслителям, инораз излишне чистым. Сейчас они оба живут в доме творчества, и как не зайдешь то у одного, то у другого какие-то открытия. Борис Михайлович беленький, легенький, с огромной, нет, точнее, с просторной головой. Волосы вокруг просторной, красной от летнего загара лысины кажутся серебряными. Он очень вежливо, что ему никак не трудно, очень внимательно встречает себя, рассказывает, что такое Бах. Он в последнее время занимается Полонским, ему заказана статья к однотомнику, и все думает и думает о музыке. Он приобрел проигрыватель и целую библиотеку долгоиграющих пластинок, составил к ним карточный каталог, читает упорно книги по музыковедению. Никто не заказывал ему статью о Бахе, но он все думает о нем, думает. Шкловской, когда входишь в сад Дома Творчества, на площадку между столовой и самим домом, где стоит цветочный клумбин в высоком деревянном постаменте бюст Горького, Шкловской, повторяю, поворачивает к тебе всю свою большеротую, курносую, клоунскую маску, смотрит Шкловской и как бы взвешивает на внутренних весах, выносит он тебя нынче или не выносит, если стрелка весов за тебя заговаривает. 11 августа В последний раз он говорил о том, что в первых вариантах войны и мира сюжет зависит от воли героев, от их сознательных решений. Князь Андрей отказывается от Наташи для того, чтобы Пьер мог на ней жениться, и постепенно убирает все сознательные поступки, и сюжет развивается вне воли героев. Впрочем, рассказав это, Шкловской добавил, у меня нет уверенности, что это интересно, я теперь совсем потерял ощущение того, что интересно и что нет. 21 декабря На вечернем заседании выступил Шолохов. Нет, никогда не привыкнуть мне к тому, что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где? Вглядываюсь в этого небольшого человека, вслушиваюсь в его южно-русский говор с Г вместо Г и ничего не могу понять, теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь. Съезд встал, встречая его, и не без основания. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да, попросту говоря, лучший. Никакая история гражданской войны не объяснит ее так, как тихий дон. Не было с Анной Карениной такого описания страстной любви, как между Аксиньей и Григорием Мелеховым. Не люблю влезать не в свою область, постараюсь повторить то же и не в свою трагичность гражданской войны показал Шолохов. Без его книги так никто и не понял бы ее. И Анну Каренину упомянул я напрасно. Страсть здесь еще страшнее и грубее. Ну, словом, бросаю чужую область, смотрю я на тихий дон, как на чудо. 19 января. Хотел затеять длинную работу, телефонная книжка, взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и за фамилией фамилию как записано так о них и рассказывать. Так и сделаю. Акимов о нем говорил не раз. Ростом мал, глаза острые, внимательные, голубые. Всегда пружина заведена, двигатель на полном ходу. Все ясно в нем, никакого тумана, отсюда правдивость. Отсюда полное отсутствие и даже отрицание магического кристалла. Через него в некоторых случаях художник различает, что-то там неясно. Как это можно? Жаден до смешного в денежных делах, до чудачества. Даже понимая, что надо потратиться хотя бы на хозяйство, отдаст деньги не с вечера, а утром, когда уже пора идти на рынок. Знает за собой этот порог. Однажды я осуждал при нем скупую женщину. 20 января. И он возразил, не осуждай, не осуждай, это страсть, не может человек заставить себя расстаться с деньгами, и все тут. Так же говоря, ком-то признал, он, как умный человек, позволяет себе больше, чем другие. И то, и другое высказывание, нечаянное признание. Я не раз замечал, что художники скуповаты, возможно, от того, что уж слишком связано с вещью. Но Акимов жаден еще и до власти, до славы, до жизни, и как человек умный, позволяет себе больше, чем другие. Жаден до того, что не вылезает из драки. Есть множество видов драк. Теперь в театральных кругах победил вид наиболее мучительный для зрителя. Вцепившись в противника когтями, разрывая пальцами рот, ударяя коленом в пах, борец кричит «Необходима творческая среда! Без чувства локтя работать немыслимо! Социалистический реализм! Высокая принципиальность! Не умеют у нас беречь людей!» И так далее. Акимов в драке правдив, ясен и смел до того, что противник, крича «Мир хижинам, война дворцам» или нечто подобное исчезает. А Хлопков любит говорить, что наше время подобно эпохе Возрождения, сильные люди, борьба страстей и так далее. Эта поэтическая формула разрешает ему куда больше, чем позволяет себе умный человек. Единственный боец, на которого я смотрю в этой свалке с удовольствием, Акимов. Он не теряет чувство брезгливости, как безобразник эпохи Возрождения, не кричит, кусая врага, «Прекрасное должно быть величаво». И, наконец, он чуть ли не единственный, имея в своей области пристрастия, привязанности, обнаруживает чуть ли не гениальное упорство. Правдив, правдив. Любит он и женщин, иной раз кажется мне, что, помимо всего прочего, и тут сказывается его жадность к власти, к успеху. Любит и вещи, как Лебедев, но с меньшей строгостью, традиционней. Я с ним никогда в сущности не был дружен, мы несоизмеримы. Я отчетливо, и он, думаю, тоже, понимаем всю противоположность наших натур. Но жизнь свела нас, и я его чувствую как своего и болею за него душой. 21 января В случае удачи его мы встречаемся реже, потому что он тогда занят с утра до вечера. Он меняет коней, то репетирует, то делает доклады в ВТО, то ведет бешеную борьбу с очередным врагом, то пишет портрет, обычно с очень красивой какой-нибудь девушкой, и свалить его с ног могут только гриб или вечно его враг живот. Вот каков первый из тех, что записано в моей телефонной книжке. Среди многих моих друзей-врагов он наносил мне раны, не в пример прочим, исключительно доброкачественные, в прямом столкновении или прямым и вполне объяснимым невниманием обезумевшего за азартной игрой банкомета. Но ему же обязан я тем, что довел до конца работу, без него брошенную бы на полдороги и ни одну. А как упорно добивался он, чтобы выехали мы в блокаду из Ленинграда. Впрочем, бессмысленно тут заводить графы прихода и расхода. Жизнь свела нас, и, слышу по телефону знакомый его голос, я испытываю сначала удовольствие, и только через несколько минут неловкость и скованность словах и мыслях. Уж слишком мы разные люди. Вторым на букву А записан Альтман. Прелесть Натана Альтмана в простоте, с которой он живет, пишет свои картины, ловит рыбу. Он ладный, желтолицый, толстогубый, седой. Когда еще юношей шел он пешком по шоссе между южно-русскими какими-то городами, навстречу ему попался пьяный офицер верхом на коне. Заглянув Натану в лицо, он крикнул вдруг «Епошка!» И в самом деле в лицо его есть что-то дальневосточное. Говорит он с акцентом, но не еврейским, без напева. В отличие от Акимова, пальцем не шевельнет для того, чтобы занять подобающее место за столом Бакара. Во время эвакуации, находясь в Молотове, сказал задумчиво «Я до сих пор не придавал значения званиям и орденам, но с тех пор, как это стало вопросом меню...» Причем это последнее слово он произнес как природный француз. Там же ловил он тараканов в своей комнате и красил их в разные цвета, а одного выкрасил золотом и сказал «Это таракан-луряд». 22 января, а потом подумал и прибавил «Пусть его тараканиха удивится!» Есть во всем его существе удивительная беспечность, заменяющая ту воинствующую независимость, что столь часто обнаруживает у гениев. Натан остается самим собой без всякого шума. Когда принимали в союз какую-то художницу, Альтман неосторожно выразил свое к ней сочувственное отношение, и Серов, громя его, привел это неосторожное выражение «Альтман позволил себе сказать на сером ленинградском фоне» и так далее. Отвечая, Альтман заявил «Я не говорил на сером ленинградском фоне, я сказал на нашем сером фоне». И, возражая, он был столь спокоен, наивен, до такой степени явно не понимал убийственности своей поправки, что его оставили в покое. Да, он какой есть, такой и есть. Всякий раз встречая его, а он едет в Комарова ловить рыбу, угадывая еще издали на шоссе его ладную фигурку с беретом на седых соль с перцем густых волосах, испытываю я удовольствие. Вот подходит он, легкий, заботливо одетый, он даже трусы заказывает по особому рисунку. На плече рыболовные снасти, в большинстве самодельные и отлично выполненные. Как у многих художников, у него золотые руки. Я люблю его рассказы. Их прелесть все в той же простоте и здоровье, и ясности. Как в Британии жил он в пансионате. Вдруг шум за стеной. За каменной стеной сада, где они обедали. Натан забрался на стену, все селение, включая собак, копошилось и шумело возле. Прибой, нет, прилив, на этот раз был силен, дошел до самой стены пансиона и, отходя, оставил в ямах множество рыбы. Тут им окрели, все, что хочешь, ее брали руками. И я вижу и стену пансиона, и берег. Стал этот незамысловатый случай и моим воспоминаниям. Также, услышав о реке Ааа, вспоминаю, как поехал Натан летом 1914 года на эту речку ловить рыбу. Едва началась война, как пристав его арестовал. Почему? А пристав отвечает, мне приказано в связи с войной забирать всех подозрительных лиц, а мне сообщили, что вы футурист. 23 января Альтман со своей ладностью, легкостью, беретом ощущается мною вне возраста, человеком без возраста, хотя ему уже за 60. Козинцев как-то сказал ему, слушайте, Натан, как вам не стыдно, вам 64 года, а вы ухаживаете за девушкой. Это ее дело знать, сколько мне лет, а не мое, ответил Натан спокойно. Как он пишет? Каковы его рисунки? Этого не стану определять, не мое дело. Я знаю, что он художник, и не усомнился бы в этой его пароде, даже если бы не видел ни его декорации, ни книг, ни картин. 28 января Далее в телефонной книжке идет фамилия, попавшая на букву А по недоразумению. Катя думала, что фамилия нашего бородатого, сердитого, безумного и острого Комаровского знакомого пишется Арбели. Он живет летом в академическом поселке. 28 января. Знакомы сначала, с давних времен мы были с Тотией, она же Антонина Николаевна, живая, близорукая, привлекательная, скорее высокая, тощенькая. Знали мы, что она альпинистка, искусствовед, умная женщина. Была замужем за историком Щеголевым, овдовела. Я сомневался в ее уме. В интеллигентских кругах возле искусства выработался свой жаргон, и женщины, овладевшие им, легко зачисляются в категорию умных. Особенно их много возле театра. Жаргон тут беднее эрмитажного, но зато непристойнее и веселее. Тут женщины, овладевшие им, называются не умными, а остроумными. Попугаи, повторяющие чужие слова, обнаруживаются просто, но попугаи, схватывающие чужой круг идей, числятся людьми. Поэтому я с недоверием принял утверждение насчет Тотиного ума. Несколько лет назад вдруг вышла она замуж за своего начальника, академика Арбели, и родила мальчика. Ей было за сорок, мужу за шестьдесят. И вот в этот период жизни познакомились мы с ней ближе, а с Иосифом Абгаровичем заново. Прежде всего, я не без удовольствия убедился в том, что Тотя и в самом деле умная. Она любила своего мальчика до полного безумия, и однажды определила это так. Смотрю на пейзаж Руссо. Отличный пейзаж, но что-то мне мешает. Что? И вдруг соображаю, воды много, сыра, ребенку вредно. Прелестно рассказала она о собрании в академическом поселке перед его заселением. Собрались будущие владельцы или их жены. В те дни неизвестно еще было, в собственность получат академики дачи или в пожизненное владение. Это особенно волновало членов семьи. И вот сначала иносказательно стали выяснять, что будет так сказать по окончании владения, если оно только пожизненное, куда денут иждивенцев. А потом по мере того, как страсти разгорались, вещи начали называть своими именами. Все академики были живы еще, но ораторши говорили вдовы, вдовы, вдовы. И никого это не пугало. Иосиф Абгарыч слегка сутуловат. Огромная седая борода, огненные глаза. 30 января. Огненные глаза. Одет небрежно, что, впрочем, у академиков и ученых в обычае. Люди, работавшие с ним, вспоминают эти годы с ужасом. Трудно объяснить его отношение к тебе на сегодняшний день, и, когда произойдет взрыв, угадать нельзя. Он из людей, которым власть необходима органически. Без нее им и жизнь не в жизнь. За годы работы своей в Эрмитаже он, словно настоящий завоеватель, распространил власть свою на все залы Зимнего Дворца, забрав покои, так называемые исторические комнаты, личные апартаменты царей и музей революции. Когда началась война, то он с удивительной быстротой и отчетливостью эвакуировал весь музей, все у него было подготовлено. Славилось его умение выискивать и приобретать картины, пополнять эрмитажные коллекции. Видел, как на премьерах, на торжественных заседаниях появлялся спокойно, по-хозяйски, академик Арбели с большой своей бородищей, с академической шапочкой, нарядеющих волосах. В Комарове узнал я его поближе. Я стороню с людей властных, умеющих раскаляться до бела чистой и беспричинной недвестью, и я особенно остерегаю сановных людей, не чиновников, а знатных людей. Однако вышло так, что стали мы иной раз встречаться, и отчасти потому, что я детский писатель, а Иосиф Абгарыч страстно, не меньше, чем Тотя, а может быть и отчаянней, любит сына. И когда тот пошел в школу, академик вошел в родительский совет и ходил вместе с мальчиком знакомиться к Бианке, когда Виталий жил в доме творчества. И так мы стали иной раз встречаться, и я разглядывал Иосифа Абгарыча с глубоким любопытством. Я, болея, сомневаюсь и радуясь, сомневаюсь, имею ли я на это право. 31 января Уверенность законности и даже обязательности собственных чувств у него доходила до живописности. Были чувства эти сплошь отрицательные. Точки приложения бесконечно разнообразные. Однажды, например, говорил он с ненавистью о молодой Луне. В молодости работал он где-то на раскопках. И в небе в те дни, когда у Арбели были очень тяжелые переживания, стоял точно такой серб. И Арбели возненавидел Луну, правда, только в этой фазе. От силы его чувств пострадал однажды целый коллектив. В Москве собирались пересмотреть зарплаты эрмитажных работников. Сильно увеличить ее, как только что увеличили в академических театрах. Увидев штатное расписание и новую смету, Арбели обнаружил, что какие-то особо и безумно ненавидимые им сотрудники будут получать более двух тысяч в месяц. И он задержал утверждение нового порядка зарплаты. И весь коллектив пал жертвой его ненависти к двум людям. Вскоре после того, как Иосиф Абгарыч придержал увеличение зарплаты, его сняли с директорства. А новый не поднимал этого вопроса. Так все и осталось. И два ненавистных сотрудника, а с ними весь коллектив, остались при старой зарплате. Снят с работы Арбели был по причинам стихийного порядка, с его личностью не связанным. Тут я особенно часто встречал его в Комарове, времени-то у него прибавилось, и я оценил его главное основное свойство, талантливость. Все, что я рассказывал, мелкие подробности, пена, брызги, грохот, летят доски, разбила корабль, все это признаки моря. Да, море имелось в наличии, и со всей своей стихийностью, чудачествами Арбели вызывал уважение. Правда, маленький Саша Козинцев, увидев его огромную бороду, разражался каждый раз горьким плачем. Однажды его уговорами и приказаниями заставили поздороваться с Осифом Абгарычем, но едва тот ушел, как мальчик повалился на песок, рыдая, и повторяя, мама, ну разве он не ужасный? 12 февраля Следующая фамилия уж очень трудна для описания. Ольга Бергольц. Познакомился я с ней году в 1929-м, но только внешне. Потом в 30-х годах поближе и только в войну и после перешли мы на ты. Говорить о ней, как она того заслуживает, не могу. Уж очень трагическая эта жизнь. Воистину не щадила она себя. Она поэт. Вот этими жалкими словами я и отделаюсь. Я не отошел от нее настолько, чтобы разглядеть, но она самая близкая к искусству существо из всех. Не щадит себя. Вот и все, что могу я из себя выдавить. А вот Софья Аньеловна Богданович другое дело. Теперь это мать двух взрослых дочерей. Одна уже учится в медицинском институте. А когда мы познакомились, ее рассеянность, которая теперь кажется вызванной хозяйственными заботами, представлялась таинственной. Ее светлые глаза смотрели словно бы внутрь себя. 13 февраля. Словно сама она не может никак понять, куда ее влечет. И говорила она словно запинаясь, не быстро. Мне казалось, она и привлекательной, и чем-то пугала. На руке у нее были красные огромные родимые пятна, словно помечена была она, а какой силой. Правда, отца ее звали Ангел, Ангел Иванович, и мысли подобного рода приходили тридцать почти лет тому назад, а не сейчас, когда встречаю я на лестнице невысокую озабоченную пожилую женщину с авоськой в отмеченной красными знаками руке. Около тридцати, двадцать восемь лет назад встречался я часто и с матерью Софьей Аньеловной, Татьяной Александной. Богданович Татьяна Александра 1873-1942 писательница, публицистка, историк, друг Короленко, жена Богдановича, воспитывалась в семье своей тетки, детской писательницы Аннинской и ее мужа, известного литератора Аннинского. Я с майкопским уважением смотрел на последнюю представительницу редакции «Русского богатства». В Соловьевской столовой, в книжном шкафу, в деланном стену, хранились по годам комплекты журнала, частью переплетенные, частью за последние годы в голубоватой обложке, как пришли. Но разрезаны были все страницы. Старшие читали журнал с полным доверием и монастырской своей добросовестностью. Воспитывалась Татьяна Александра у самого Аннинского, редактора журнала, если я не путаю. Аннинская Николай Федорович 1843-1912 экономист, народник-публицист, общественный деятель, один из редакторов, позднее председатель редакционной коллегии журнала «Русское богатство». Каролинка был другом ее. Он часто вспоминал, что Татьяна Александровна, еще девочка в те дни, отказалась пойти на елку, узнав, что он будет читать «Сон Макара» у Аннинских. На Татьяне Александровне словно проба стояла, подтверждающая, что она создана из того же драгоценного вещества, как ее товарищи по журналу. Ее общественная работа была и в самом деле работой, а не имитацией, а разговаривать с ней было чисто наслаждением. Однажды увидел я у нее альбом, еще Аннинских, кажется, и понял, что шестидесятые годы не литературные понятия, а существовали действительно. Я увидел фотографии студентов в пледах и стриженных курсисток и бородатых стариков, покорно сидящих среди бутафорских пейзажей тогдашних фотографий, и о всех она рассказывала. 14 февраля и простота, с которой все это существовало, и уверенность в том, что оно и есть настоящее, меня ужасно трогали. И вместе с тем угадывал я среди этих бородатых мужчин и стриженных девиц, таких, которым это органично, и таких, которые идут за временем, приспособленцев. По специальности была Татьяна Александровна историк. Она писала в те дни, когда мы познакомились, исторические книжки для детей. Соль Вочегодская, ученик наборного художества и возглавляла детскую секцию старого дореформенного союза писателей. И когда в 1929 или 1930 году появилась в литературной газете статья, нападающая на Маршака и на всю ленинградскую детскую литературу, вся тогдашняя секция во главе с Татьяной Александровной яростно выступила в бой за Самуила Яковлевича. В литературной газете от 19 августа 1929 года в рубрике «К всесоюзному пионерскому слету» была напечатана статья Нестеровского «Воспитатели мещанства». Вот в те дни и увидел я впервые Софью Аньеловну. Она написала рассказ о ручном ежике по своим детским воспоминаниям. Ангел Иваныч по наивности и простоте автора написался отцом столь строгим и вспыльчивым, что мы догадались, за что прозвали его наборщики «Черт Иваныч». Да, за формой его времени, за бородатыми масками, жил и бушевало все то же неистребимое разнообразие человеческих отношений и неизменность или едва заметная изменяемость страстей. Необыкновенно трогательно выглядела дружба Татьяны Александровны и Тарли. Он постоянно встречался мне на лестнице в нашей надстройке. А сама Татьяна Александровна однажды сказала «Евгений Викторович рассердится, когда узнает, что я выходила сегодня. С тех пор, как вывихнула я руку, он требует, чтобы я сидела дома в гололедицу». И дружба эта продолжалась до самой смерти ее. Он все заботился о ней во время войны. А на вечере в ее память столько говорил о ее патриотизме, словно речь шла о ее однофамильце генерале Богдановиче. Вот как изменились формы со времен русского богатства. Но человеческие отношения остались трогательными. Дальше в телефонной книжке идет фамилия Бианки. Его я знаю около тридцати лет. Девятое марта. Вот я вижу себя молодым и легким. Не легче, чем теперь, впрочем. Я говорю о весе. Только что выбрался я из болота на дорожку и до того был счастлив по этому поводу, что никуда и не шел, а стоял на месте, обсыхал. И, как я вижу теперь, всех и уважал, и не уважал. Радовался каждому новому знакомству в новой моей среде и на каком-то внутреннем беспощадном измерителе отмечал безжалостно все, что смущало меня в них, в новых знакомых. Я не глядел на показатель этого внутреннего измерителя, но помнил всегда, что он есть, и при неуверенности, также в глубине, был крайне беспричинно уверен в себе. Скромность моя поддерживал столько одной мыслью, что никто ведь не видит еще, какой я молодец. Бианки я увидел в первый раз у маршака. Внутренний измеритель отметил сурово, что у этого молодого человека маленькая голова и что-то птичье в круглых черных глазах. Я вежливо поклонился незнакомцу. Он ответил мне отчужденно. Конечно, он не знает, что я за молодец, но все же надо было бы почтительнее, подумал я. Но скоро при дальнейших встречах первое впечатление рассеялось. Увидел я, что Бианки здоров, красив, просто до наивности. Звание писателя им тогда еще не ощущалось, как теперь, как бы некое призвание. Возник он тогда с первым вариантом лесной газеты и выносил бесконечные переделки, как мужчина, натуралист и охотник. Не образовалось у него тормозов, как у Пантелеева и Будагозской. Прост был и здоров. Однажды он тяжело меня обидел. Я стоял в редакции у стола, перебирая рукописи. Вдруг с хохотом и гоготом, с беспричинным безумным оживлением, что бывало нападал на всех нас тогда, вбежали Бианки и Курдов. И Бианки схватил меня за ноги, перевернул вверх ногами и с хохотом держал так, не давая вывернуться. Как я обиделся! Долго не мог прийти в себя. Я не был слаб физически, но сплоховал. Обидно. Десятое марта. А главное, сила показалась мне грубой и недоступной мне по своим границам. Бессмысленная, похожая не то на зависть, не то на ревность, неведомо к чему чувства. Не сразу оно прошло. Постепенно я привык и даже привязался к Бианке. Он оказался в том отряде хороших знакомых, у которых не бываешь, которых встречаешь редко, навсегда с открытой душой. Он был прост и чист. Двадцать пятое июля. Следующая фамилия Козинцев, но о нем писать решительно не могу. Сейчас я работаю с ним и взгляд на него отсутствует. Его изящество. И снобизм, родственный и Акимову, и Москвину, уходящий корнями в двадцатые годы. Самолюбие и отсюда скрытность, талантливость, знания настоящие. И все это окрашено его собственным цветом, имеет особую форму. Это его талантливость, его снобизм, его злость. А когда работаешь с человеком, на одно закрываешь глаза, другого не видишь. Я когда-то пробовал писать его, надо будет поискать и вставить при перепечатке. А сейчас спокойно искать форму для рассказа о нем, все равно, что подмигивать за спиной товарища, указывать глазами неведомо кому на него. Не получается у меня даже отказ от описания Козинцева. Следующая фамилия Казаков Миша Казаков об этом трудно говорить по другой причине, он слишком уж далеко, на том свете. Недавно, на второй или третий день съезда в доме писателей в Москве мы были на гражданской панихиде по нем. Он лежал высоко, кругом венки, а мы, соблюдая очередь, стояли в почетном карауле. Маленькой, красивой, черненькой Миша Казаков стал за годы нашего знакомства болезненным, обрюзгшим, волосы поредели, ходил он с палкой, и вот увидели мы его мертвым, и проводили на немецкое кладбище в Москве, до сих пор не по-нашему прибранное. Проводили полные растерянности, уж очень сразу он свалился. От больного человека не ждешь конца, напротив, столько раз слышал, что ему плохо, и столько раз удавалось ему выжить, и вот вдруг конец. 26 июля Искренняя доброжелательность — вещь редкостная, а у Миши Казакова, когда мы встретились в 20-х годах, сохранялось в этой самой доброжелательности что-то студенческое, особенно привлекательное. Он хотел, разговаривая понравиться и подружиться. Гонорар получали мы в те годы во втором этаже дома книги. Гонорар по Дедгизу. И тем запомнился мне Казаков первый раз. Со студенческой любовью к проблемам советовался он, а не написать ли ему детскую книжку об отце и сыне. Сын не уважает отца. Как ему поступить в таком случае? Морща свой чуть покатый лоб и значительно открывая глаза, легонькой, хорошенькой, сияющей Миша говорил, это проблема, этого не решишь просто. В это же время напечатал он повесть, где с музыкантшей, старой девой, играющей в ресторане, произошло нечто неприличное, над чем захохотал весь зал, и она заметалась, как мышь. У Миши обнаруживалась решительно склонность к проблемам. Но времена пошли суровые. Лаповцы принялись его школить весьма свирепо. Лаповцы члены Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. Он сам сказал, как-то выступая на этом собрании, что его как бобра гоняют по кругу, чтобы он посидел от ужаса и повысился в цене. И принялся Миша, оставив проблему за многотомный труд «Девять точек». Над основным своим произведением, романом «Девять точек» Казаков работал с 1929 по 1954 год. Книги первая, четвертая выходили в 1930-39 годах. В 1956 году роман был полностью опубликован под названием «Крушение империи». Со студентом роднила Мишу «Общественная жилка». Он занимался делами общественными по склонности душевной. И если ему нравилось, что его выбирают, что он в руководстве, то и обязанности свои выполнял он честно. 27 июля Особенно хорош оказался Миша Казаков как редактор. Он отлично вел литературный современник и расцветал в редакционной среде. Казаков с 1933 по 1937 был вначале заместителем, а затем ответственным редактором журнала «Литературный современник». Жил журналом, сиял, угадывал, чем жив сегодняшний день, шел, улыбаясь к автору, постуденчески стараясь подружиться с ним и понравиться ему. 28 июля Миша Казаков жил интересами литературы. Нет, о нем надо рассказывать иначе. Начну сначала. И не сплошным рассказом, а по годам. Впервые я воспринимал их как-то всех вместе, новых писателей, появившихся во второй половине двадцатых годов. Лавренев длиннолицей в очках, а Леников уверял, что подобные лица нарисованы на спинках длинных красных плоских жуков, что вечно мы видели в детстве под кустами. Когда Лавренев смеялся, то поднимал недоумевающие брови. Браун, замкнутый, с сероватой кожей, такими же глазами, не улыбающийся. Четвериков, высокой, широколицей. Отчаянный, чуть шепелявый, с веселым и разбойничьим взглядом, Брисоглебской. Занятый собой детской литературы и не веря, что вне нашего отдела есть настоящие писатели, я нескоро научился отличать их всех друг от друга. Браун, Николай Леопольдович, 1902-1975, поэт, переводчик. Четвериков, Борис Дмитриевич, 1896-1981, писатель, до 1939 года печатался под псевдонимом Дмитрий Четвериков. Бориса Глебской, Михаил Васильевич, 1896-1942, писатель. Нет, и это начало не годится. Вдруг что-то стало меня беспокоить в форме моих рассказов о телефонной книжке. Попробую иначе. Первая встреча с Казаковым произошла... Нет, не так. 20-е годы. Я стою в очереди веселой и возбуждающей получать деньги в бухгалтерии госэздата. Касса для всех отделов общая. Тут и детские писатели, и сотрудники научного отдела, и участники альманаха Ковш. Литературно-художественный альманах Ковш выходил в Ленинграде в 1925-1926 годах. Ответственный редактор Семенов. В нем печатались Зощенко, Каверин, Мандельштам, Никитин, Пастернак, Полонская, Рождественская, Слонимская, Тихонов, Толстой, Федин, Форш и другие. И все мы знали друг друга, приглядели в коридорах издательства. За мной в очереди писатель, которого знаю в лицо я давно, а фамилию узнал только на днях. Я не слишком верю, зараженный сектантской нетерпимостью детского отдела, что есть люди вне нашей редакции и не слишком хорошо знаю, что там пишет Михаил Казаков. Но я слушаю его с невольной приязнью, трогает искренне, еще студенческая, неотсохшая, неубитая приветливость. Он приветлив для того, чтобы подружиться, маленькой, легкой. Двадцать девятый июля. Хорошенькой, чуть покатый лоб, которого многозначительно морщил, черные глаза, которые многозначительно открывал, и неудержимое праздничное сияние. Радуясь, развивал он передо мной тему, проект вещи, которую интересно было бы написать. «Сын, мальчик, подросток, не уважает отца. Он пионер. Как ему поступить?» И, рассказывая, Миша приговаривал, «Это проблема. Этого не решишь просто». И, сияя, поглядывал на меня. И я узнавал студента, который охотно выступал в свое время в литературных судах над Раскольниковым или героями пьес Андреева. Он еще любил слово «проблема». Оно его вдохновляло и веселило, и он широко открывал свои черные глаза. А я радовался, глядя на него. Такой он был хорошенький, ладный, сияющий, доброкачественный. Спустя некоторое время увидел я его во второй раз. Или мне рассказал об этом Олейников. В доме книги, как в новом ковчеге, спасались от потопа и люди, и звери. И, по возможности, не ссорились. Хищники не были достаточно уверены, что в новых условиях можно охотиться по-прежнему. Поэтому в редакционных кабинетах тон царил вежливый, веселый. Только изредка взглядывали друг на друга с излишней зоркостью. И вдруг в одном из кабинетов при большом стечении народа вспыхнул спор, неожиданно открытый. Один хищник показал коготок, обругал за бессодержательность хороший рассказ в печати. И автор рассказа обрушился при встрече на хищника всенародно. Хищник дрогнул. Все смутились. А Миша Казаков растерянно, желая убедить критика, повторял, наморщив лоб и открыв глаза. Это ж цикл! Его рассказы цикл! И это слово нравилось Мише и казалось многозначительным. От встречи к встрече становился он все понятнее. 30 июля Он был и общественником на студенческой лад. Такие сияющие, легкие, веселые распорядители с бантами носились на вечерах своего землячества. Они радовались тому, что распорядители, но вместе с тем делали свое дело самоотверженно. Так и Миша. Когда во время кампании против хулиганства попал по роковому своему характеру под суд Пантелеев, выручил его Казаков. Дело слушалось без сторон. И Миша Казаков явился в 8 утра в качестве свидетеля со стороны Союза писателей. Объяснить суду, что Пантелеев никак не хулиган, а подающий надежды писатель, автор книги, отмеченной самим Горьким, и Миша выполнил свою задачу с таким увлечением, что председатель остановил его, улыбаясь, сказал, ну, довольно. А то вы уже что-то вроде ЧКЗ. Но Пантелеев был спасен. Встречались мы нечасто. Вот в 30-м году идем мы с Катюшей по лестнице в Сочи, поднимаемся от ресторана, где обедали. И Миша весь в белом, по-летнему, легкой, хорошенькой, сияющей, идет навстречу. И обычное ощущение от него доброкачественности и доброжелательности делает эту встречу особенно веселой. Ничего не произошло, а встреча почему-то осталась в памяти, освещенной солнцем по-летнему, по-черноморски. 31 июля Встречались мы нечасто, но прожили в одном кругу, тесном кругу, уже более десяти лет, радовались одному и тому же и ужасали нас в основном одни и те же явления. В начале тридцатых годов были мы уже на «ты», а с 1934 года поселились в одном и том же доме, в писательской надстройке. Миша развелся с прежней своей женой, с которой я не был знаком, и женился на Зое Никитиной. О Зое мимоходом не рассказать, а отступать от основной линии описания не хочется. Скажу только, что считалась она женщиной красивой, богатая фигура, небольшая голова, гладкая прическа, огромные глазища, по-восточному темные. Была Зоя греческого происхождения, и унаследовала бешеную энергию своего племени. Голос низкой, хрипловатой, психическое здоровье, как у парового катка. И она, и Миша, всем существом своим, были преданы интересам литературным. Когда кончился раб, стал Миша редактором журнала. И со студенческой энергией, которой все не отсыхало, ринулся он вести литературный современник. Незримый бант распорядителя трепетал на его груди. Он радовался тому, что распорядитель, но работал самоотверженно. И его страстный интерес к сегодняшнему дню литературы, и общественная жилка, и доброжелательность, и доброкачественность, все пошло впрок. После того, как погоняли Мишу по кругу, страсть к острым проблемам у него полеглась. Он затеял цикл. Цикл историко-революционных романов под названием «Девять точек». А время все шло и шло. Первое августы. Мне теперь трудно вспомнить, когда студенческие черты Миши уступили место признаком зрелости, а может быть и старости. Пожалуй, что никогда. Если Миша по нездоровью появлялся на улице с палочкой, то, казалось, сам не верит, что она ему необходима. Войну принял тяжело. Он не принадлежал, как выяснилось, к верующим, к людям, не сомневающимся, что бомба предназначена не ему, но соседу. Жарким летом 1941 года тревоги объявлялись часто, разведчики летали над городом, и никто не уходил в бомбоубежище. Мы сидим у Эйхенбаумов. Идет обычная беседа тех дней, слухи о движении фронта. За окнами стук сухой и резкой играет в домино какая-то команда, расквартированная в нашем дворе. Сигнал воздушной тревоги был дан минут десять назад, но ничего не прибавил к унылой, ноющей, предблокадной тревоге, не оставляющей ни днем, ни ночью в те июльские дни. Да еще не улегла с тоска по уехавшим детям, во главе которых отправилась Зоя. Никитина Зоя Александровна, жена Казакова. Что нам этот ежедневный бесплодный вой сирены? И вдруг Миша встает и говорит, товарищ, пойдемте в бомбоубежище. Второе августа. Сначала мы принимаем это за шутку, но он настаивает. Сияние отсутствует. Ничего студенческого ты в нем теперь не обнаруживаешь. Это говорит взрослый человек, на своей шкуре испытавший как неумолимы и механично враждебные силы, если приведены в действие. За пережитые годы в его многозначительно нахмуренный лобик полили из орудий, говорили ему не весь что прямо в сияющие многозначительно открытые глаза. Даже друзья, такие как Лавренев, бросались вдруг на него захваченные течением. Миша, переживший столько собраний, знал, что бомба попадает в человека ни за что ни про что. Просто если окажешься ты в полосе поражения. идемте в бомбоубежище, звал он нас как старший неразумных детей, но мы отказались, и он ушел в одиночестве. И мы поругали его дружно с наслаждением, очень утешали в те дни разговоры о чужой робости. Седьмое августа. Судьба не посчиталась с Мишиным желанием уцелеть и его простодушием. Мы поехали на Пятницкую. По дороге узнал я, что, по всей видимости, тот страстный интерес к литературным делам, которым он жил, и убил его. Миша вечером поехал в Союз за гостевым постоянным билетом. Продержали там ожидающих до глубокой ночи. Тревожили их различные неясные невеселые слухи. Так они и уехали ни с чем. Утром позвонили Мише, что билет для него получен, чтобы ехал он в Союз. Но он только и успел спуститься вниз. Обратно привели его под руки. В маленькой квартире толпились, когда мы приехали, растерянные и словно виноватые друзья. Зоя плакала в спальне, окруженной писательскими женами. Она метнулась нам навстречу. Мы поцеловались. Вы только берегите себя, берегите себя, повторяла она горячо. И тоже растерянно и как бы виновата. Восьмое августа. Из трусости оборвал я рассказ о Казакове. Буду продолжать, хоть и не хочется писать о смерти. Он лежал на столе в комнате возле и впервые его побаивались, хоть он и улыбался едва заметно. Мы постояли возле, не зная, что говорить в смятении чувств. На другой день в доме журналистов состоялась гражданская панихида. Приехал Федин, оставил свое председательское место на съезде Фадеев, стоял у гроба в почетном карауле, седой, краснолицей, строго глядя прямо перед собой. А съезд продолжался без живых и мертвых. Там, в перегретых залах дома союзов, слонялись делегаты. Прожектора оскорбительно лупили прямо по глазам и меркли, будто насытившись. А здесь Федин, говоря надгробную речь, вдруг стал останавливаться после каждого слова. Молчал, побагровев, потупившись, борясь со слезами. И Мишу ему было жалко. И вспомнилось, наверное, как хоронил недавно жену, да и себя пожалел. Трудно, стоя у гроба, не думать и о своем возрасте, и о своей судьбе. И Федин сохранил до наших дней студенческие черты. Только не распорядители на вечеринке, а покрупнее, председатели землячества, знающего, что, кроме всего прочего, он еще и красив. Но был он постуденчески прост и добр. А когда кончилась панихида, двинулся гроб к распахнутым на обе створки и дверям, прямой, не сгибающийся, почтительно поддерживаемый со всех сторон провожающими. Где же ты, легкий, покладистый Миша? На немецком кладбище, куда добирались мы долго-долго, сохранилась еще нерусская подтянутость. С правой стороны глянул на нас серого памятника суровый генерал в опалетах. Сталь. Комендант Москвы при Николае Первом. Девятое августа. Затем мы свернулись главной аллеей налево, с трудом пробираясь по сугробам среди чугунных решеток к свежеразрытой земле, где ждали могильщики с лопатами и веревками. И здесь вдруг над открытой могилой заговорила Марина Чуковская. Так не шел ее уверенный столько лет знакомый голос к венкам и крестам, и я испытал желание закрыться или убежать. Ужас неловкости охватил меня и медленно растаял. Знакомый женский голос говорил о самом главном, забытом в смятении чувств, о доброкачественности душевной, порядочности и страданиях Миши Казакова. Потом постояли мы над прикрытой венками могилой, не зная точно сколько времени положено это делать, переглядываясь и, наконец, отправились по узкой дорожке, протоптанной в сугробах между чугунными оградами главной аллеи. Здесь подошли мы поближе к памятнику генерала Сталя и прочли, что водружен монумент иждивением друзей и подчиненных. Первое сентября. Каверин Вениамин Александрович, один из первых моих ленинградских знакомых, после слонимского и лунца или одновременно с ними. Встретился я с ним у Серапионовых братьев, и, сколько я его помню, был он с людьми даже несколько наивно приветлив, ожидая от них интересного. От ученых что расскажут они что-нибудь научное, от меня, актера, чего-нибудь актерского. Но тогда же вскоре почувствовал я, что и ученых, и актеров видит он как через цветное стекло, через литературное о них представление. Из Серапионовых братьев был он больше всех литератор. Больше даже, чем Федин, которого все-таки судьба пошвыряла до того, как попал он в свой длинный и узенький кабинет с книжными полками. Правда, и Федин продолжал смотреть на мир через цветные стекла. Только некоторые из них потеряли окраску, так что он кое-что иной раз видел непосредственно. Когда встретил я Каверина в первый раз, ходил он еще в гимназической тужурке с поясом. Был студентом университета и института восточных языков. Кончал филологическое и арабское отделение. Каверин окончил институт восточных языков в 1923 и историко-филологической факультет Ленинградского государственного университета в 1924. Тут я, может быть, не совсем точен, уверен я только в арабском отделении, но с филологическим он был связан, писал об Ороне Брамбеусе и издал о нем целую книжку. Историко-литературной работы Барон Брамбеус История Осипа Сенковского журналиста редактора библиотеки для чтения была издана в 1929 году. Дело не в том, кончил он филологическое или нет, а в том, что духовно был с ним связан не меньше, чем с серапионами и вообще с писательской средой, а больше. И к литературе подходил он, через литературу ведения. И то, что прочел, был для него материалом, а то, что увидел, не было. Точнее, вне традиции, вне ощущения формального он смотрел, но не видел. В те дни был рассвет формализма. Каверин был близок к Тынянову, самому из них прельстительному и прелестному. все серапионы любили говорить об устранении, обрамлении, нанизывании, и только один, пожалуй, Каверин принял эти законы органично всем сердцем. Он веровал, что можно сесть за стол и выбрать форму для очередной работы. Он в те дни вряд ли подозревал о законе, определяющем твою работу. Человек предполагает, а Бог располагает. И платился. Второе сентября. Но, страдая за свою веру, и тени сомнений не испытывал. Вся его судьба, его вера и личная жизнь все шло прямо и последовательно. Жизнь в бесконечном разнообразии своем захотела показать, что способны создавать и такие благополучные судьбы. После 1929 года знакомство наше по ряду обстоятельств стало гораздо ближе. Каверин женат был на сестре Тынянова Лидочки, а Тынянов на сестре Каверина Елене Александне. Невозможно рассказывать о близких знакомых. Они так неожиданно и близко вросли в твою жизнь, что писать точно почти невозможно, как делать автопортрет с собственного затылка, пользуясь одним зеркалом. И богатство знаний тебя сбивает с толку. Все не похоже рядом с тем, что ты знаешь. Вот написал я Лидочка, а как мне передать привычное, немолодое, много раз проверенное представление о много лет сопутствующем нам существе? Чем определить и доказать то, что не требует доказательств? Слишком уж известно. Увидел я ее в начале двадцатых годов, когда какое-то серопионовское собрание проходило у них дома на углу Веденской и Большого. С удивлением увидел я, что дом у Каверина, у мальчика в гимназической тужурке, еще больше налажен, чем у Федина. Настоящая квартира, с мебелью, внушающая уважение. Настоящая чистота, та самая, что зависит только от хозяйки дома. И тут я познакомился с ней, с хозяйкой, с Лидочкой, бледная, темноволосая, маленькая, как все тыняновы. Она все помалкивала да поглядывала. И позже узнал я, не без удовольствия, что она, когда смотрела, видела. У нее был дар, рассказывая, передать то, что заметила, очень похоже и весело. Веня мог рассказать интересно о Лобачевском, о котором собирал материалы, а то, что у него творилось с подносом, решительно не видел. И Лидочка еще поставила дом так, что совсем освободила Веню от бытовых мелочей. Он, например, в начале тридцатых годов, чуть не через год после того, как масло исчезло из продажи, спросил к нашему удовольствию, правда ли, что с маслом теперь какие-то затруднения. 3 сентября В тридцать третьем году мы жили на одной даче с Каверинами в Сестрорецке. Лидочка была беременна, но все так же спокойно и весело легкой рукой вела дом и никому не позволяла беспокоиться о себе, о своем здоровье. Беспокоился Веня. Вот он выходит, поработав положенное время в сад и бродит по дорожке, откашливаясь, держась рукою за кадык. Ты что? У меня странные чувства в горле. Не могу решить, ехать мне на велосипеде или нет. Однажды приехали к нам Хармс, Олейников и Заболоцкой. Пошли бродить. Легли под каким-то дубом недалеко от насыпи, что вела к пляжу. Погода была не хорошая и не плохая. На душе у меня было неладно, как всегда в те годы в присутствии Олейникова при несчастной моей уязвимости. А Николай Макарович был всем недоволен и погодой, и нашей дачей, и дубом, и природой Сестрорецкой. Он еще медленнее, чем я, привыкал к северу. И все мы были огорчены еще полным безденежьем. Хорошо было бы выпить, но денег не было начисто. Потом Хармс, лежа на траве, прочел по моей просьбе стихотворения «Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас». Я любил это его стихотворение. На некоторое время стало полегче. В беспорядок неплохой, нехорошей погоды, лысых окрестностей вошло подобие правильности и без водки. Но скоро рассеялось. Вяло поговорили о литературе и стали обсуждать, когда окончательно исчезло подобие правильности, где добыть денег. Я у Каверина был кругом в долгу. А никто из гостей не хотел просить, стеснялись. Поплелись к нам в сад под яблоню, которую в то лето до последнего листика почему-то объели черви. Сели за столик на одной ножке, вкопанной в землю. Скоро за стеклами террасы показался Каверин, он обрадовался гостям. Он уважал их, в особенности Заболоцкого, которого стихи знал лучше других, как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил, хочу писать так, чтобы было чисто. У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили шутя, и не очень шутя. Четвертое сентября. Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность не степень одаренности, или не только степень одаренности, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей тех лет, прежде всего, просто-напросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. они знали эти законы, понимали их много органичнее, чем он, и именно поэтому, по крайней правдивости своей, не могли принять. Для них это была литература. Недавно, разговаривая с Шостаковичем, любовался я знакомой особой правдивостью и простотой его. Да, люди этого склада простые и пишут просто, и кажутся непонятными потому только, что законы общепринятые для того, что они хотят сказать, непригодны. Пользуясь ими, они лгали бы. Они правдивы прежде всего, сами того не сознавая, удивляясь, когда их не понимают. И невыносимо им ложь и в человеческих отношениях. Судьба их в большинстве случаев трагична. И возле прямой асфальтированной вениной дорожки смотреть на них было странно. Не помню, дали нам водки или нет, помню только, что смотрели гости на него, на Каверина, без осуждения, как на представителя другого вида, с которым и счетов у них не может быть. А как сам он смотрел на себя? Однажды, тем же летом, гуляли мы втроем, я, он и Миша с Ланимской, и заспорили они, Веня и Миша, не помню уж по какому поводу. В них были свои серапионовские юношеские свары и счеты, причины которых уже и сами они не помнили, но следствие которых сохранилось до наших дней. И Веня, вдруг, несмотря на несокрушимое свое добродушие, сказал с раздражением, да, я верю в свой талант, и ты в него не можешь не верить. Каждое утро на даче в городе садился Каверин за стол и работал в положенное время. И так всю жизнь. И вот постепенно, постепенно литература стала подчиняться ему, стала пластичной. Прошло несколько лет, и мы увидели ясно, что лучшее в каверинском существе добродушие, уважение к человеческой работе, наивность мальчишеская, с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам, начинает проникать на страницы его книг. Пятое сентября. У Тихонова и у Слонимского процесс развивался в обратном направлении. Многие удивились бы, прочтя Мишин рассказ Варшава, которым он начался, до такой степени далек он от его последних вещей и похож на автора. Рассказ Варшава вошел в ранний сборник Слонимского «Шестой Стрелковый» 1922 год. Тогда, как последний роман, продолжение инженеров ни на что не похож. В дороге Тихонова видна его деревянная, необструганная, хохочущая фигура. Имеется в виду второй роман трилогии Слонимского «Друзья» 1951-54 последний роман трилогии «Ровесники века» вышел после смерти Шварца в 1959 году. Поэма «Дорога» написана Тихоновым в сентябре-ноябре 1924 года после поездки в Закавказье. Впервые опубликован в Альманахе Ковш «Ленинград 25-й год номер 2». В последних стихах и этого не обнаружишь. обтесался. Читатели почувствовали преображение Коверина. Мальчик в гимназической курточке, сохраняя свои литературные пристрастия, заговорил с читателями по-человечески. Особенно удалось ему это в двух капитанах. Роман для юношества «Два капитана», книги первая, вторая, впервые был издан в 38-м, 44-м годах. Вот сколько, оказывается, дорог ведет к тому самому сочувствию, что дается как благодать. Даже такая благополучная и асфальтированная самой судьбой дорога, что досталась Вене. Два капитана имеют прочный, органический, на вполне благородных чувствах основанный успех. И Заболоцкий, единственный оставшийся в живых из трех гостей, приехавших в 1933 году к нам на дачу, дружит с Каверином совсем как с человеком одного с ним измерения. Каверин оказался верным и смелым другом в трудные минуты. Довольно хвалить, а то на портрете получается редкой красоты юноша в гимназической форме. Веня занят собой с наивностью обезоруживающий. Если он приезжает из Москвы один, то значит ничего не сумеет рассказать, надо ждать Лидочку. Он вечно говорил о своем здоровье и оказался прав. Во время войны в Москве увезли его в скорой помощи в больницу. Внутреннее кровоизлияние. Оказалось, что у него давняя язва желудка. Было о чем говорить, что предчувствовать. Нет, трудно мне его ругать после стольких лет жизни в одном кругу. Я давно еще сделала открытие, что великие люди одно, а близкие другое. За другое их любишь, за то, что у них такое знакомое лицо, за то, что радуются они, услышав твой голос по телефону, за то, что сочувствуют тебе в трудные дни неотвлеченно, а словно бы беда случилась с ними самими, и за то, наконец, что на все это отвечаешь им тем же самым. Девятое сентября. Следующая фамилия Клыкова Лидия Васильевна. Это сестра Катерины Васильевны Заболоцкой. Лидию Васильевну я почти не знаю, но рад поговорить о Катерине Васильевне. Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни. С этого и надо начать. Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкой угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, кажется, на Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры, тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне висячий шкафчик красного дерева со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкой солидно, а вместе и весело. Екатерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье, худенькое, глаза темные, и очень простая, и очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников, ни слова о ней не сказали. Так мы привыкли к тому, что Заболоцкой женат. Однажды, уже в тридцатых годах, сидели мы в так называемой культурной пивной на углу канала Грибоедова, против дома книги. В подлиннике ошибочно, фонтанке. 10 сентября. И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, зачем человек обзаводится детьми. Не помню, что я ответил ему. Николай Макарыч промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил, не в том суть, а в том, что не нами это заведено, не нами и кончится. А когда вышли мы из пивной и Заболоцкой сел в трамвай и поехал к себе на Петроградскую, Николай Макарыч спросил меня, как я думаю, почему задал Николай Алексеевич вопрос о детях. Я не мог догадаться. И Николай Макарыч объяснил мне, у них будет ребенок. Вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарыч прав. Через положенное время родился у Заболоцких сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома, но потом смягчился и дал ребенку имя Никита. Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему, определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний вроде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его. И как-то Николай Макарыч, неистащимо внимательный наблюдатель, сообщил мне, посмеиваясь, что вчера Хармс и Заболоцкий чуть не поссорились. Хармс, будучи в гостях у Заболоцкого, сказал о Никите нечто оскорбительное, после чего Николай Алексеевич нахохлился и молчал весь вечер. Зато женщин Заболоцкий, Олейников и Хармс ругали дружно. Хармс, впрочем, более за компанию. Кроме детей, искренне ненавидел он только лошадей. Я тихо уж не могу объяснить, почему. Яростно бронил их за глупость. Утверждал, что если бы они были маленькие, как собаки, то глупость их просто бросалась бы в глаза. Но когда друзья бронили женщин, он поддерживал их своим уверенным басом. Культурная пивная гудит от разговоров, и все на темы общие. Народ философ, говорил по этому поводу Олейников, и наш стол говорит о женщинах вообще. Кудрявая голова, бледное лицо и спокойные, даже сонные, светлые глаза. Одиннадцатый сентября. Это Олейников, всегда внимательный, точнее, всегда на высокой степени внимания. Рядом с Заболоцкой, светловолосый, с девичьим цветом лица, кровь с молоком, но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее, подчеркнуто степенное, упрямое выражение, вот что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера, и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьянской. Иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца, за что друзья зовут его иной раз за глаза Карлуша Миллер. Рядом возвышаются самые крупные из всех ростом Данил Иванович Хармс. Маршак, очень его в те дни любивший, утверждал, что похож он на щенка большой породы и на молодого Тургенева. И то, и другое было чем-то похоже. Настоящая фамилия Хармса была Ювачев. Отец его, морской офицер, был за связь с народовольцами заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там он сошел с ума, о чем многие шлиссельбуржцы пишут в своих воспоминаниях. Им овладело религиозное помешательство. Крепость заменили ссылкой куда-то, чуть ли не на Камчатку, где он выздоровел и был освобожден, помилован. Женился он в Петербурге. Мать Хармс очень любил. В двадцатых годах она умерла и в Веденской с ужасом рассказывал, как спокойно принял Данил Иванович ее смерть. А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами. Об этом рассказывал уже как-то сам Данил Иванович. Так или иначе, но вырос Данил Иванович в семье дворянской с традициями. Вставал, разговаривая с дамами, бросался поднимать уроненный платок, с нашей точки зрения излишняя стучака в луками. Он кончил Петер Шуле и отлично владел немецким языком. Знал музыку. Двенадцатый сентября. И сейчас за столом в культурной пивной он держался прямее всех, руки на столе держал правильно, отлично управлялся с ножом и вилкой, только ел очень уж торопливо и жадно, словно голодающий. В свободное от еды и питья время он вертел в руках крошечную записную книжку, в которую записывал что-то, или рисовал таинственные фигуры. От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное, лоб высокой, бархаткой. Иногда по причинам тоже таинственным перевязывал он лоб узенькой черной бархаткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок. Он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности. Но оно не возникало вообще, благодаря несокрушимо уверенной манере держаться. Когда он шагал по улице с черной бархаткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался. Впрочем, в те годы одевались еще с борода сосенки. Оглядывались бы с удивлением на человека в шляпе и новом отглаженном костюме. Был Данил Иванович храбр. В паспорте к фамилии Ювачев приписал он своим корявым почерком псевдоним Хармс. И когда различные учреждения, в том числе и отделения милиции, приходили от этого в ужас, он сохранял ледяное спокойствие. Хочу добавить еще одну важную вещь. Я, рассказывая Каверине, недостаточно подчеркнул разные отношения к форме его и Хармса. В частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива. 13 сентября. Вот маленький пример того, как владел он формой. Мы все придумывали стихотворные рекламы для журнала «Еж». И вот я придумал четверостишие, в шутку, невозможные для печати даже в те легкомыслные годы. Или сыну «Еж», или в спину «нож». И, прочтя Хармсу, пожаловался на неприятное сочетание «в спину нож». И он не задумываясь ответил «А вы переставьте или еж сыну, или нож в спину». И я еще раз проникся к нему уважением. Итак, мы сидели вчетвером в культурной пивной, я и трое людей, которых вспоминаю так часто. И они ругали женщин. Двое яростно, а Хармс несколько безразлично. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепи, что если ты пожил раз с женщиной, все, после этого она уже тебе не откажет. Это все равно, что лошадь. Поймал ее за челку, значит, готова. Поезжай. Заболоцкий, строго и важно поблескивая очками, рассказал следующий случай. Одну молодую женщину любил композитор Гречанинов, а она предпочла ему простого парня, чуть ли не деревенского. Когда выяснилось, что композитору было много лет, а деревенскому парню мало, я почему-то подозревал, что это был сам Николай Алексеевич. То я спросил Заболоцкого, мог бы он любить старую женщину за музыкальность, и не предпочел бы он ей простую девушку за молодость. Но Николай Алексеевич не ответил, а только посмотрел на меня через очки. Женщины ругали не только в культурной пивной, но и по всякому поводу при любом случае. Однажды, когда сидели мы у Олейникова, Заболоцкий неожиданно, без всякого повода, заявил со страстью, строго и убежденно, что женщины не могут любить цветы. Почему? Не могут! Женщины не могут любить цветы! Соответственно, со своими взглядами, дома был Николай Алексеевич строг. И Фома, названный Никитой, тоже разговаривал с матерью по-мужски. Жили они уже не в одной комнате, а в квартире в надстройке. И заболел он ветрянкой. 14 сентября Никита заболел однажды ветряной оспой. Было ему в это время, вероятно, лет шесть, нет, меньше. Чтобы не дать ему чесаться, мать передвинула ночью кровать его к своей. И Никита спросил коротко и строго, по-мужски, пол не поцарапала. По странной непоследовательности чувств Николай Алексеевич, презиравший женщин, когда родилась у него дочка, названная Наташей, просто Наташей, не феклой, не домной, нежно ее полюбил, больше, чем Никиту. Во всяком случае, о нем он никогда ничего не рассказывал. А Катерине Иване рассказала однажды, как Наташа, восьмимесячная, кажется, собирала своими тоненькими пальцами крошки на диване и, рассказав, чуть улыбнулся. И вот грянул гром. В тридцать восьмом году Николая Алексеевича арестовали. Вечером пришла к нам Катерина Васильевна и рассказала об этом. Пока шел обыск, сидели они с Николаем Алексеевичем на диване рядышком, взявшись за руки и увели его. Катерину Васильевну разглядели мы тут как следует одну, саму по себе. Спокойно, с чисто женским умением переносить боль взвалила она на плечи то, что послало жизнь. Внезапное вдовство. Не вдовство, но нечто к этому близкое. Так в те дни ощущалась разлука. Двое ребят. Домработница сразу же, рыдая и прося прощения, призналась, что она боится и попросила расчет. Передачи, справки. И, наконец, пришлось ей с детьми выехать в Уржум, на родину Николая Алексеевича, где оставался кто-то из родни. Летом тридцать девятого года высылку признали незаконной. Катерина Васильевна вернулась. Она все не жаловалась, разговаривала все так же спокойно, даже весело. Делилась своим горем только с двухлетней Наташей, которая нечаянно выдала мать, сказав Лидочке Кавериной, «Ох, тяжело, как жить будем!» Суд постановил предоставить Катерине Васильевне площадь. Сначала дали ей комнату в надстройке. Нет, не так. 15 сентября. До того, как переехать в надстройку, до суда, жила Катерина Васильевна у родных, и заболели они гриппом, Катерина Васильевна и Никита. И мы взяли к себе маленькую Наташу, после чего на всю жизнь у меня к ней осталось отношений, как к своей. Прожила она у нас месяца полтора. Катерину Иванну стала за это время называть мама. А когда спрашивали ее, чья-то девочка, отвечала, Катерина Ивановна и я. Отличалась полным отсутствием аппетита. Она покашливала и прихварвала у нас, и доктор велел ей ставить горчичники, чего она очень боялась. И однажды, придя домой, увидел я следующее. На телефонном столике мокнут горчичники, а на такте возле сидит Наташа и, обливаясь слезами, ест манную кашу. Катерина Ивановна пригрозила ей, что если Наташа не станет есть, она сразу примется ее лечить. Только после всех вышеописанных событий состоялся суд, постановивший вернуть Катерине Васильевне принадлежащую ей площадь. После ряда приключений, о которых рассказывать по ряду причин никак не хочется, получила она временно одну комнату, потом поселили ее на счет литфонда в европейской гостинице, потом дали в надстройке комнату постоянно. Было в этой комнатке так тесно, что Наташа большую часть дня проводила у нас. Каждый день бывала и Екатерина Васильевна. Два года прожили мы бок о бок и не было случая, чтобы пожаловалась она на судьбу. И целый день работала, вязала кофточки на заказ. Все время то по хозяйству, то вязание в руках. Приходили в положенные сроки письма от Николая Алексеевича. Васильевна читала их нам. Росли дети, Никитка, молчаливый и сдержанный, словно чуть-чуть пришибленный тем, что обрушилась то рыдающая. У нее был особый дар. В случае обиды обливалась она слезами вдруг, без всхлипываний, разом. 16 сентября. Меня называла она Женюрочкой. Катерину Ивановну, расшалившись, умышленно, сверхъестественно тоненьким голоском Катеришка Ивашка. Очень любила танцевать со мной. Танцевал собственно я, взяв Наташу на одну руку, а другой держа ее ручку на весу, словно танцуем мы фокстрот. И она часто просила «Женюрочка, давай поплешем». Попляшем? Ей никак не удавалось почему-то выговорить. Во время квартирных мытарств помогал я Катерине Васильевне. Однажды, когда перебиралась она в Европейскую, дело было вечером, номером дали во втором этаже, и поэтому поднимались мы пешком. На площадке между первым и вторым этажом увидела Наташа в открытую дверь ресторанный зал, танцующие пары, услышала музыку и сказала умоляюще «Женюрочка, пойдем туда, посидим, поплешем!» Актерина Васильевна воскликнула «Каково это слышать матери?» Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны. Ввели затемнение, начали без грабежи, а еще больше пошло слухов о грабежах. Стоишь в полной тьме, из-за морозов трамвайное движение сократилось, стоишь на остановке в толпе угрюмой и тихой, и, наконец, в темноте проступают два синих, медленно двигающихся огонька. «Какой номер?» И кто-нибудь из висящих на площадке отвечает угрюма. То в одном, то в другом доме лопались водопроводные трубы, замерзало отопление. Холодно было и в европейской гостинице, но Катерине Васильевне удалось перебраться скоро к нам обратно в надстройку. И снова каждый вечер появлялась она за нашим столом с вязанием в руках, вся спокойная, все веселое, худенькое, как девочка. И ни разу не видал я, чтоб слезы выступили на темных ее глазах. Ни разу за все годы знакомства хоть столько бы пережито. И оставалась она все такой же ровной в обращении, хотя было отчего беспокоиться. Шли хлопоты. 17 сентября. О пересмотре дела Заболоцкого подал ходатайство Союз писателей. Точнее ряд влиятельных московских писателей. И дело направлено было на пересмотр. Когда горе злосчастье вот-вот спрыгнет с твоих плеч, и ты надеешься на это, еще труднее сохранять спокойствие. Но у Катерины Васильевны и тут хватило сил не показать, как ждет она счастье, как замучилась, ожидая. Каверин, изо всех сил хлопотавший по этому делу, утверждал, что Николай Алексеевич вернется вот-вот со дня на день. Но грянула война, и жизнь Катерины Васильевны стала еще страшнее. Когда 11 декабря 41-го года уехали мы из Ленинграда, Катерина Васильевна с детьми поселилась в нашей квартире. С конца января, чтобы голодающие дети теряли меньше сил, она их все время держала в кровати. Было это в начале февраля 42-го года. Всякие заказы на кофточки прекратились, конечно. И вот наконец Китлинская включила Катерину Васильевну с детьми, маленькой племянницей и сестрой, той самой Клыковой, что записано у меня в телефонной книжке, в список, в писательской и список подлежащих эвакуации. А смерть в те дни как будто с умыслом ловила тех, что пытались от нее убежать. Однажды, кажется, это было 6-го февраля, за два дня до отъезда, сидела Катерина Васильевна в нашей крошечной кухне, где удавалось кое-как поддерживать тепло. Дети лежали на раскладушке. Шел сильный артиллерийский обстрел нашего района. Снаряды так и рвались по соседству. Боже мой, как далеко ушло вглубь веков то время, когда сидели мы в пивной. 18 сентября Культурная пивная сегодня похоже была на тяжело раненую. В дом бывшей Энгельгарта попала бомба, и дом как бы временно перевязали, забили фанерой. Снег да щебень да запах Гарри, вот что нашел бы ты там, где за всеми столами, увернув от работы, словно школьники, громко рассуждали мужчины на общие темы. А за нашим столом надменно бронили женщин. Века прошли с тех пор. Большая часть наших соседей по культурной пивной погибла. Наш район обстреливали. А Катерина Васильевна советовала с сестрой нести детей в бомбу убежище или не стоит. У них была повышенная температура. И вдруг разговор их на полусловие оборвался. Взрыв, вспышка ослепительная, пронизавшая всю квартиру, удар, шум разрушения. Когда я через два месяца спросил Наташу, что сделала мама, когда в квартиру попал снаряд, она ответила «Мама?» Она побежала наверх по лестнице, потом вниз. «А ты где была?» И Наташа, пожав плечами, ответила как вещь само собой разумеющуюся «У мамы на руках!» И в самом деле, когда снаряд попал в столовую под самый подоконник и, свернув радиатор отопления восьмеркой, вбил его в противоположную стенку, Катерина Васильевна, схватив детей на руки, побежала в растерянности, ошеломленной наверх, а потом вниз в бомбоубежище. Смерть промахнулась чуть-чуть. У нас в квартире всего-то было около двадцати четырех метров. Между столовой и кухней помещался так называемый кабинет, моя комната в девять метров. Но жильцов наших только напугало. И через два дня Катерина Васильевна погрузилась с сестрой и детьми в писательский эшелон. На большой земле Заболоцкие отделились от писателей. Они решили пробираться к нам в Киров, а оттуда все тот же Уржум. В то время ленинград и ленинградцы их горести перешли за те пределы, что люди знали. Если больной вызывает жалость, гроб уважения, то разлагающийся мертвец вызывает одно желание убрать его поскорей. Вагоны, теплушки с несчастными дистрофиками ползли от станции и к станции, а смерть гонялась за беглецами. Девятнадцатое сентября. На остановках в двери теплушек стучали и просили граждан, не скрывайте трупы. Но граждане скрывали, чтобы получить продовольствие из умерших, несчастные, обезумевшие с голоду и холоду ленинградцы. У них, умирающих, были свои счеты с умершими. И немирно было в теплушках. В той, где поместилась Катерина Васильевна с детьми, дружно ненавидели одну семью. Отец научный работник, мать и ребенок, страдающий голодным поносом. Отец на станции, где кормили ленинградцев, ходил за диетическим супом для больного сынишки. И половину съедал на обратном пути. И чтобы скрыть, доливал котелок сырой водой. И попался. И его яростно бронили. И когда он умер, радовались все эвакуированные и жена покойного в том числе. Весь эшелон доставили в Кострому, где был устроен стационар для ленинградцев. Их вымыли, уложили, откормили. Екатерина Васильевна недели через две увидела, что жена умершего научного работника, которую она вместе со всеми ненавидела, очень славная женщина. И мальчик, избавившийся от голодного поноса, оказался хорошим мальчиком. И жена научного работника целыми днями плакала, вспоминала мужа, рассказывала, каким он был, пока в блокаду не потерял облика человеческого. А мы жили в Кирове, в десяти-метровой комнате, в театральном доме, и мы ничего не знали о Заболоцких. Знали, что к нам в квартиру попал снаряд, что Заболоцкие уцелели, и через два дня после этого эвакуировались. Но прошло почти два месяца с тех пор, и я сам не знал, как беспокоит меня их судьба. Но вот однажды, рано утром, когда я еще курил с наслаждением самосад, только что проснувшись и лежа в кровати, вошла, улыбаясь, Катюша, и протянула мне телеграмму на розовой бумаге. И я прочел, что Катерина Васильевна с детьми едет к нам. И, прочтя, заплакал вдруг, что никак не свойственно мне. Никогда со мной этого не бывало. Катерина Васильевна пробиралась в Киров со множеством бед и трудов. Попробуй сядь в поезд. 20 сентября С детьми с огромным неуклюжим багажом эвакуированных. Был такой случай, что Катерина Васильевна однажды вскочила с Наташей в теплушку, и поезд вдруг тронулся. А Никита, рыдающий, остался с вещами на перроне. И Катерина Васильевна с первого же разъезда побежала обратно с Наташей на руках. Но вот наконец удалось погрузиться всему семейству, и состав медленно пополз к Кирову. Ночью обнаружила, что в теплушке больные дети. Утром врач установил скарлатину. Больных высадили. А через положенное время ночью вдруг поднялась температура у Наташи. Боже мой, как далеко на целые века ушло то время, когда, сидя за столом у Олейниковых, упрямо, строго, со страстью повторял Заболоцкой, женщины не могут любить цветы. Другой день к вечеру Наташа поправилась. Ночью, когда температура вскочила, зажигая спички, не могла определить Катерина Васильевна, появилась у нее сыпь или нет. А днем сыпи тоже не обнаружила. А врачей на этом перегоне не было. Так и пробирались они к нам. Медленно полз состав от станции к станции. А мы все ждали гостей и разговаривали о них. Вспоминали, как Зон к ужасу педагогов провел трехлетнюю Наташу на красную шапочку в новый тюз. Посадил ее в свою ложу. А вечером Наташа сыграла нам всю пьесу сцену за сценой. Моя Катерина, Катерина Ивановна, была к тем, кого любила внимательно до мнительности. То ей казалось, что маленькая Наташа дальтоник. Пока не выяснилось, что девочка путает не цвета, а по малолетству название цветов, то казалось ей, что у девочки недостаточно хорошая память. И когда сыграла Наташа всю красную шапочку, Катерина Ивановна обрадовалась. И Катерина Васильевна, худенькая, как девочка, сидя на диване нашем, глядела на дочку с наслаждением, любовалась ею, но сдержанно, всегда ровная в горе и радости. То вспоминал я один из первых обстрелов города. Было часов девять вечера. Двадцать первое сентября. Бомбоубежище наше не было еще оборудовано. Договорились с малым оперным, что детей будем направлять к ним. И вот снова, как в день переезда в Европейскую, двинулись мы в путь через пешеходный итальянский мостик. Впереди Катерина Васильевна с подушками и одеялами и с Никитой, а позади я с Наташей на руках. Девочка была встревожена, молчала и ни о чем не спрашивала. Казалось, что снаряды пролетают над самой головой. Ясно слышался звук разрыва, которым заканчивался свист. Когда раздался особенно громкий взрыв, я с удивлением заметил, что в своем смятении чувств испытал удовольствие именно от силы звука и подумал, неужели свойственна человеку любовь к грохоту? Не отсюда ли хлопушки, петарды, орудийные салюты? Словом, некие заслонки опустились в душе, и я сосредоточенно думал о чем угодно и отбрасывал мысль о том, что стреляют в сущности в нас, в ленинградских обывателей могут попасть. Такие же заслонки опустились в душе, когда не было известий от Заболоцких, и я думал о чем угодно, только не о том, что могли они погибнуть. Но, видимо, чувствовал, что это возможно, вполне возможно. Так просто умирали люди вокруг. Вот почему я и заплакал, когда пришла телеграмма. Сметение чувств исчезло, осталось только облегчение и радость. Долго ли, коротко ли, но вот к нам в дверь постучали рано утром. Открываю и вижу Катерину Васильевну и сияющую, беленькую, румяную Наташу. И первое, что девочка закричала, не поздоровавшись, не войдя в комнату, вас разбомбила с ударением на О. Как тебе не стыдно, сказал дочке Катерина Васильевна. Оказывается, Никита остался на вокзале, только при том условии, чтобы не рассказывали без него, как попал к нам снаряд. Он хотел вместе, а Наташа не удержалась. Вскоре все с вещами, чудом каким-то, разместились в нашей десятиметровой комнате. И Лидия Васильевна со своей девочкой, совсем незнакомой, загадочно улыбавшейся. Впрочем, она довольно скоро уехала с дочкой в Уржум, а мы остались в пятером. Катерина Васильевна еще с порога, как Наташа о том, что нас разбомбила, предупредила о таинственном Наташином заболевании. Но мы думать об этом не захотели и не отделили девочку от остальных детей театрального дома. Уж очень она хорошо выглядела. И когда мыли ее, никаких признаков шелушения не обнаружили. Значит, девочка перенесла не скарлатину, а просто гриб. Весела она была необыкновенно, веселее всех на наших десятиметрах. Ей уже исполнилось пять лет. От отца унаследовала она нежнейший цвет лица и золотистые волосы, а от матери темные глаза. Маленький живой отчаянный мальчик, сын одного из мобилизованных работников Кировского областного театра, примерно Наташин ровесник, описывал ее так. К Катерине Иванне приехала дочка. Красивая, таких не бывает. И все приняли девочку ласково, зазывали из комнаты в комнату. Вот возвращается она от Некритиной и Марингофа. Ну, как тебя принимали? Принимали очень хорошо. Какао, бутерброд с медом, бутерброд с колбасой, очень хорошо принимали. И, пожив в Кирове с неделю, пятилетняя Наташа сказала с удивлением, «Я не знала, что так хорошо жить». А Никита, которому уже исполнилось десять лет, а на вид казалось меньше, все молчал и читал. Нет, не читал, а изучал одну и ту же книжку, купленную на вокзале. Называлась она «Постройка дома из местных материалов». Столько лет Никита был бездомным. Забьется в угол, рассматривает, рассматривает плиты, изучает, мечтает, а вдруг удастся построить. Катерина Васильевна, хоть и отошла немного в Костроме, была еще худее прежнего. Она рассказала о своих приключениях дорожных, об умершем научном работнике, которого даже собственная жена возненавидела, а потом пожалела, придя в себя. Рассказывала вдумчиво, сосредоточенно, как бы с трудом добывая воспоминания со дна души. И руки у нее, как всегда, были заняты, что-то перешивала ребятам. Катерина Ивановна спрашивает ее, а где у вас кусок шерсти был такой хороший? Она задумывается. 23 сентября. И отвечает сосредоточенно, как бы с напряжением собирая разбегающиеся воспоминания. забыла. Забыла. Может быть, взяла, а может быть, и нет. Пять шкурок беличьих забыла. Это я теперь точно знаю. Разве я помню, что брала? Я уезжала, как в тумане. Вскоре заболела Катерина Ивановна ангиной в очень сильной форме, чего с ней вообще никогда не случалось. По хозяйству теперь хлопотала одна Катерина Васильевна. И ей изо всех сил помогала Наташа. И подметала. И бегала с пепельницей то ко мне, то к Катерине Ивановне и предлагала. Макайте, макайте. А Никита делался все молчаливей, и едва поправилась Катерина Ивановна, свалился он. До сих пор спал Никита возле письменного стола, на полу, рядом с Наташей. Теперь соорудили ему у стены отдельные ложи из рюкзаков и тюков. Он лежал и вздыхал. И через несколько дней выяснилось, что у него воспаление среднего уха. И, несмотря на отчаянные боли, он только кряхтел. Дело уже идет к весне. Я только что пришел с улицы, где заметил, что деревянные мостки, идущие вдоль деревянных заборов, почти полностью обсохли. Послушал, как шумом бежит вода по канавкам, по всей дороге от нашего дома вниз, к Пупыревке, к рынку и обрадовался. Дома Катерина Васильевна меняет Никите компресс. Потом собирается капать ему в нос проторгол. И Никита просит кротко, подожди, подожди, с каплями, дай я отдышусь. А Наташа, вытирающая пыль, поет рассеянно отдышусь, отдышусь, отдышусь. Когда все лечебные процедуры кончены, я спрашиваю Никиту, что ж ты лежишь, не читаешь, а где постройка дома из местных материалов, потерял, что вы, отвечает Никита, я эту книгу берегу, как зенитку, око. Через несколько дней у Никиты началось воспаление желез. Квартирный врач вызвал инфекциониста. И тот установил, что у Никиты скарлатина. А жили мы в театральном доме? Кругом дети? 24 сентября. И надо сказать к их чести, что мы ни слова упрека не услышали от замученных и обиженных на весь мир соседок наших. Никиту увезли в больницу. В комнате нашей сделали дезинфекцию. Наташа играла только с моей Наташей, которой в это время было двенадцать лет. Глянешь на оттаившее уже окно и видишь, стоит моя Наташа в своей шубке из каких-то беличьих отходов, из бело-желтых прямоугольничков. Выросла она из этой шубы, так что она ей чуть не выше колен. Стоит Наташа сильно откинувшись назад, держит на руках Наташу Наташа это очень любит, хоть Катерина Васильевна запрещает, боится, что большая Наташа надорвется. Когда маленькая Наташа играла одна и к ней по привычке направлялись соседские дети, она поднимала руку и кричала «Не подходите! Заразитесь!» с ударением на втором А. Каждый день ходили они Наташа и Катерина Васильевна к Никите в больницу. Он уже поправлялся. Он подходил к закрытому окну и кивал. Однажды показал записку, написанную крупными буквами «Хочу домой!» Больница помещалась на краю города. Дорогу совсем развезло, так что Катерина Васильевна возвращалась домой еще более бледной, с еще более темными глазами, а Наташа красной, как из бани. Однажды разыгралась буря. Кормились мы в Кирове все дни относительно сытно, в основном картошкой. Наташа, некогда привередливая, ненавидевшая пенки или яйца в смятку, теперь их обожала, но больше всего масла, и, видимо, ей все время хотелось есть. И вот однажды обнаружила, что масло в масленке сверху слизано. Кошек не было, кроме Наташи, никто не мог совершить преступление, а она не сознавалась. И ей так строго выговаривали не за то, что слезала, а за то, что не сказала, что сама преступница пришла в отчаяние от своей нераскаянности. Екатерина Ивановна услышала на другой день, как Наташа говорит своей кукле, «Я, наверное, оттого такая плохая, что не крещеная». 25 сентября. Но на другое утро все было забыто, и Наташа носилась между курящими с пепельницей и уговаривала, «Макайте, макайте». Катерина Васильевна никогда не отводила душу, как это вечно бывает, на самых беззащитных в семье, но не распускала ребят. И только однажды, когда Наташа вечером слишком уж развеселилась, и потом ни за что не хотела ложиться спать, плакала и бунтовала, Катерина Васильевна только молча глядела на дочку своими темными глазами, опустив руки. А утром сказал сосредоточенно, ни на кого не глядя, будто отчитываясь перед собой. Для того, чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь. Я вчера совсем без сил была. Но обычно Наташа вела себя, как подобает воспитанной девочке. Катерина Ивановна ее так и спрашивала за столом, как сидят воспитанные девочки, и Наташа вытягивала струнку, и даже подбородок выставляла вперед. Катерина Ивановна Наташа слушалась не меньше, чем мать. 26 сентября Письменской помог Катерине Васильевне устроиться преподавательницей в интернат ленинградских школьников, эвакуированных в Уржум. 27 сентября В Уржуме интернат оказался тяжелым. Собрали туда ребят трудновоспитуемых. Жила Катерина Васильевна с детьми в каком-то чуланчике, и с утра до вечера то по службе, то по дому, и готовила, и стирала, и учила трудновоспитуемых, и глаз не спускала со своих ребят, которым приходилось расти в столь опасной обстановке. И так шло до 44-го года, когда Николая Алексеевича освободили. В подлиннике ошибочно, 1945 год. Екатерина Васильевна вновь двинулась в странствование, в Кулунду, где Николай Алексеевич работал теперь вольнонаемным. В подлиннике ошибочно, Караганду. Сколько ребят, оставшихся в те годы без отца, потеряли себя, как говорит Ильико. Но Катерина Васильевна привезла отцу ребят хороших и здоровых, только бледных и худеньких, как все дети в те времена. И семья Заболоцких восстановилась. Попрощавшись с Катериной Васильевной весной 42-го года, встретился я с ней и с детьми через пять лет в Москве, летом, в Переделкине, где снимали они комнату. Наташа, поздоровавшись, все поглядывала на нас издали из-за деревьев. Исчезла Наташа трехлетняя, исчезла пятилетняя, беленькая, десятилетняя девочка и та, и не та, все глядела на нас недоумевающе, старалась вспомнить. И Никита поглядывал, этот улыбался, помнил яснее. 28 сентября И Николай Алексеевич глядел на нас по-другому, и тот, и не тот. И дома не снисходил к жене, а говорил с ней так, будто и она гений, просто. Вскоре написал он стихотворение «Жена», в котором все было сказано. Все со свойственной ему силой. Долго ли, коротко ли, но прописали Николая Алексеевича в Москве. И Союз дал ему квартиру на Беговой. И вышел его стихотворный перевод слова о полку Игоревом и множество переводов грузинских классиков. И заключили с ним договор на полное собрание сочинения Важа Пшавела. И он этот договор выполнил. Приедешь в Москву, придешь к Заболоцким и не веришь глазам. Холодильник, портрет неизвестный, подлинник Рокотова. Николай Алексеевич стал собирать картины. Сервиз, мебель. Как вспомнишь комнатку в Кирове, гора багажа в углу, чудо да и только. И еще большее чудо, что Катерина Васильевна осталась все такой же. Только в кружке в доме писателей научилась шить. Шила Наташа пальто настолько хорошо, что самые строгие ценительницы удивлялись. И еще повысилось у нее после всех прожитых лет кровяное давление. Сильно повысилось. Но она не сдавалась. Глядела своими темными глазами весело и спокойно и на детей и на мужа. Никита кончил школу, и поступил в Тимирязевскую академию, где собирались его пустить по научной линии, уважали. А Наталья училась в школе, все на круглых пятерках. Это была уже барышня, тоненькая, беленькая, розовая, темноглазая и мучимая застенчивостью. С нами она еще разговаривала, а со сверстниками, с мальчиками, молчала, как замороженная и много, очень много думала. Екатерина Васильевна болела за нее душой. А Николай Алексеевич стали опять охватывать пароксизм и самоуважение. То выглянет из него Карлуша Миллер, то вятский мужик на вазу, не отвечающий, что привез на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не одолел бы он слово и Руставели и не написал бы множество великолепных стихотворений. 29 сентября. Но когда полный не то жреческой, не то чудаческой надменности вещал он нечто подобное тому, что женщины не могут любить цветы, испытывал я чувство неловкости. Актерина Васильевна только улыбалась спокойно. Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И все шло хорошо. Но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало полегче. Приехал в неотложная помощь. Впрыснули камфору. А через полчаса или час новый припадок, сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония, и не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт. Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич еще полеживал. Я начал разговор, как ни в чем не бывало, чтобы не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так должен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку, потом поговорили мы о новостях литературных, и вдруг сказал Николай Алексеевич, так-то оно так, но наша жизнь уже кончена. И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола, напоминание, что кроме жизни с ее литературными новостями есть еще нечто, хоть печальное, но торжественное. Катерина Васильевна накрыла на стол, и я увидел знакомый финский сервиз, тонкий, синий, с китайчатами, джонками и пагодами. Его купили пополам обе наши Катерины уже после войны в Ленинграде. Мы взяли себе его чайный раздел, а Заболоцкий — столовый. Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васильевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа. 30 сентября опустилась на колени и обула его. И с какой легкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражен красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну, вот и все. Рассказываю все это не для того, чтобы защитить Катерину Васильевну от мужа. Он любит ее больше, чем кто-нибудь из нас, ее друзей и защитников. Он написал стихотворение «Жена». А сила Николая Алексеевича в том, что он пишет, а не в том, что вещает подвыпивши. И уважает он жену достаточно. Ей первой читает он свои стихи. Шутка ли? Не сужу я его. Прожили они столько лет рядом, вырастили детей. Нет ему ближе человека, чем она, и нет ей ближе человека, чем он. Но о нем великолепном поэте расскажут и без меня. А я сейчас болен и особенно чувствую прелесть заботы Катерины Ивановны, не ждущей зова, а идущей навстречу. Вот и рассказываю с особенным наслаждением о женщинах, которые, как говорят, по природной ограниченности своей не могут любить цветы. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом ВОЗ Логос Март 1990 год Звукорежиссер Наталья Веселкина Читала Светлана Репина Продолжение следует... Продолжение следует...